Уважаемые коллеги, доброе утро! Рады вас приветствовать. Центр компетенций по кадровой цифровой экономике. Меня зовут Олег Подольский. Мы открываем уже третью проектно-аналитическую сессию, форум, целью которой является пересмотр и переосмысление тех решений, которые уже реализуются в рамках федерального проекта кадровой цифровой экономики, национальной программы цифровой экономики Российской Федерации. И стараемся посмотреть, насколько те решения, которые мы с вами вместе проектировали, последние три года соответствуют той реальности, тем изменениям, которые происходят сегодня. Наша сессия будет двухдневной, и сегодня мы начинаем работу вместе с открытой частью, будет еще и закрытая часть, где мы будем вместе проектировать, работать, создавать новое, модернизировать уже существующие решения. И для начала я хотел бы для вводного слова передать микрофон Дмитрию Николаевичу Пескову, руководителю Центра компетенции кадровой цифровой экономики, генеральному директору ОНО «Платформа.НТИ». Дмитрий Николаевич, вам слово. Спасибо. Да, Олег, спасибо. Коллеги, доброе утро. Я сделаю относительно короткое сообщение по тому контексту, в котором мы сегодня развиваемся, и его влиянию на рынки труда и образования. Начну я, наверное, с того, что с нашей точки зрения будет происходить в мире в ближайшие 5 и 15 лет. Покажу вам сейчас такую картинку. Это первый раз, ее до сих пор еще никто не видел. Это такая альфа-версия, она будет там серьезно переработана. И это базовый сценарий того, что будет происходить в мире в ближайшие 15 лет. Что здесь важно понимать, в каком контексте мы будем развиваться. Первые у нас есть, наверное, 4 главные тенденции, которые будут раздирать окружающий нас мир в ближайшие 15 лет в разные типы сценариев. И вот если вы посмотрите на левый верхний угол, то, конечно, он первый, самый, наверное, наиболее неприятный. Это тот сценарий, который, не угрожая пока политической стабильности, тем не менее в ситуации большого экономического падения, это торжество двух типов повесток. Это торжество левой повестки и торжество повестки национализма. В коротком горизонте это означает массовые требования. Это видите здесь по программам гарантированной занятости и базовому безусловному доходу. Это большой запрос на систему образования как способ передержки кадров, которые сейчас будут массово высвобождаться на рынке труда в ситуации экономического кризиса. В Соединенных Штатах Америки в более долгосрочной перспективе это в том числе требования, новая социалистическая повестка по своей сути, обнуление среди долгов. Многие знают, что это второй по размеру внутренний долг с линшотов Америки после ипотечных долгов. И в долгосрочном периоде это конец эпохи рейтингов в системе образования, во всяком случае тех традиционных рейтингов, на которых сегодня как минимум система высшего образования строится. Второй сценарий, который у нас здесь называется период полураспада, это распад отдельных сложившихся блоков. Он крайне неприятный. Это сценарий, который работает на увеличение хаоса. Мы видим здесь в том числе глобальный кризис мигрантского труда, связанный с тем, что основные экономики будут массово замещать труд мигрантов собственными жителями. Это будет резко совмещаться с повышенными инвестициями в сферу роботизации, там повышение производительности труда. Все те тенденции, которых мы говорили в 2010-е годы, они не просто сохраняются, они очень серьезно усиливаются. Этот сценарий, он приводит к следующему типу сценария, который мы называем инстерализацией. Это фактически сочетание тенденций импортозамещения и решетинга производства. Это разработка собственных национальных технологических стандартов. И это в том числе контроль за передвижением высококвалифицированной рабочей силы и контроль за движением талантов. Тоже четвертый сценарий, правый верхний угол, это то, что мы называем зелезным посткапитализмом, в котором приводит в том числе венчуризация традиционных отраслей, например, железных дорог в разных странах. Это победа идеологии неоразвитянства в Соединенных Штатах Америки, переход к экологическим и легендеративным моделям в сельском хозяйстве и в городах. Несмотря на то, что эти сценарии являются господствующими, у них есть наиболее вероятная последовательность. Вы видите, что она здесь на схеме показана вот таким золотым сечением. То есть мы начинаем с остаточных, ну, с легких требований по левой социалистической повестке, пытаемся перейти, дотянуть требования по зеленому посткапитализма, в том числе по экологическим требованиям. Проваливаемся все следующий левый кризис, приходим к распаду, частичному распаду сложившихся связей, потом к строительству крупных блоков между периодом полураспада и островным сценарием. Это сценарий такой, мы называем, биполярочки, то есть новой холодной войны американского и китайского блока. И выход уже на более относительно стабильный сценарий зеленого посткапитализма, возвращение глобализации на новых основах. Но это уже все-таки конец 20-х и начало 30-х годов. Вот это некоторые базовые сценарии, из которого мы исходим на ближайшее время. Поэтому мы, наверное, в нашей деятельности и должны примерно понимать то, где мы будем дальше находиться. Так, секундочку. Да, теперь, что из этого значимо для нашей деятельности связаны с рынком труда и образования в Российской Федерации. Что мы сегодня наблюдаем? Первое – это, конечно, ожидаемый, прогнозируемый нами взрыв рынка образовательных технологий. Его можно назвать тем близким взрывом, потому что по его итогам у нас появляется огромное разнообразие новых форм и форматов в области образовательных технологий. Для нас здесь ключевыми действиями являются, наверное, два. Первое – это запуск венчурного фонда. В этом смысле мы невероятно к месту и невероятно вовремя. Очень хорошо, что фонд запускается именно в этой новой ситуации, в новой реальности. Его эффективность в этой модели ожидается крайне высокой. И с точки зрения нашего федерального проекта это крайне важно. Второе – это та платформа дополнительного образования, которую мы вчера стартовали вместе с Министерством просвещения Российской Федерации, потому что это модель, в которой впервые министерства и крупные провайдеры образовательных услуг в сфере доп. образования договорились на площадке агентства стратегических инициатив. И IT выступила не только с точки зрения инициатора процесса, но и с точки зрения модератора процесса, в котором мы представили свой доменный адрес и свое место, и свой авторитет на именно решение по совместной работе частных образовательных платформ и одного из двух регуляторов в системе образования. К моему большому сожалению, похожего процесса в системе высшего образования у нас до сих пор не происходит. Система высшего образования заняла, с моей точки зрения, страусиную позицию, в которой ректоры и регулятор заявляют о том, что все хорошо, что они справились с кризисом, несмотря на то, что статистика жестко показывает обратное, тем не менее, публичные заявления и действия предполагают, что система образования справится сама. Это неправда, это не так, никакого цифрового образования подлинного, настоящего здесь нет, но, к сожалению, у нас здесь не было метрики, в которой это делать, поэтому я надеюсь, что университет 2035 в ближайшее время такую метрику для оценки настоящего уровня цифровизации системы высшего образования представит. Пока все, что есть, это такие оффлайновые между собойчики. Вот эта вот платформа и венчерный фонд, они создают новую инфраструктуру и новую реальность в системе дополнительного образования, но, откровенно говоря, грани ее системы самого образования крайне условная, и здесь новая инфраструктура появляется. В чем вторая принципиальная важность? Вторая принципиальная важная история состоит в том, что это, как правило, короткие программы. Короткие программы и в том, что мы делаем в рамках нашего проекта по программам переподготовки, мы решаем ключевую сегодня задачу оценки образовательных результатов. Сегодня, если вы учитесь там 4, 5 или 6 лет, то в моменте оценить, насколько вы эффективно учите, практически невозможно. я крайне скептично отношусь и крайне низко оцениваю все действующие инструменты, связанные с дипломами, с какими-то формальными аккредитациями, сертификациями, всем остальным. Все это работает анмаз, но практически не работает для комплектного человека. Программы быстрой переподготовки, опирающиеся на работу с данными, на связку с данными, которые мы сегодня учимся получать от пенсионного фонда, должны позволить нам выстроить модель, в которой мы очень быстро должны оценивать результативность образовательного процесса и связку его с последующей карьерой человека на рынке труда. Это, наверное, второй тренд, о котором я хотел сказать. Третий, не менее важный, который мы сейчас стали... К нам он был давно очевиден, но сейчас люди его стали понимать впервые осознанно, что школы и вузы в онлайне лишены географии. И они выступают как сеть, а не как... Ну, то есть, как карта, говоря словами французских посттруктуралистов, как карта, а не как территория. И это принципиально другая картина мира. Это принципиально другое отношение к этому. И те же крупные образовательные платформы сегодня оказывают невероятное воздействие на именно количество и качество образовательного процесса. Связка школ и вузов в ситуации пандемии и в доп. образовании с оффлайном становятся абсурдны. Какой смысл в том, что конкретно преподаватель читает урок физики именно для студентов в Кургане и студентов в Новгороде великом, нет никакого смысла, потому что наука, она как раз работает в модели карты, а не в модели территории. нет никакой отдельной удмуртской физики, отдельной новгородской физики. И это означает, что для нас критически важным вопросом становится именно преодоление географического абсурда и преодоление географических велик. В каком-то смысле преодоление географии впервые в современной истории России было сделано авторами ЕГЭ. ЕГЭ как инструмент социальной мобильности, несмотря на огромное количество деликаний и проблем, связанных с его качеством, которые, к сожалению, где-то выросли, где-то остаются крайне низкими, но тем не менее он преодолевал географическое проклятие. Он позволял талантливым детям из нецентральных городов поступать в ведущие университеты. Но это довольно быстро увидели статистически. Вот нам необходимо сделать следующий шаг, решить вопрос справедливости, вопрос доступа к качественному контенту и к сетевому образованию так, чтобы у талантливой, даже обычной, вы позвольте, хотя, как мы знаем, каждый человек талантлив, школьникой из сельской школы в ситуации быстрого доступа в интернет, а мы над этим очень активно работаем, государство много инвестирует, были такие же возможности и передвиженные к ним возможности по построению индивидуальных образовательных траекторий, как у ученика многопрофильного лицея, из центра Москвы или центра Санкт-Петербурга. И здесь вот это преодоление географии, справедливости становится для нас ключевой историей. В этом смысле так, образовательные платформы, как те, которые мы запустили с Министерством просвещения ведущими игроками рынка образования, они становятся великими уравнителями. Вот это великое уравнение это то, что нам надо делать в ближайшее время. И здесь критически важным становится другой инструмент, в котором мы работаем в рамках нашего федерального проекта, это цифровые сертификаты, потому что фактически единственным ограничением становится финансовое. Можете заплатить за часть контента, который носит платный характер или нет. И здесь государства, регионы и корпорации должны объединяться вместе, позволяя, инвестируя в развитие талантов, которые не способны оплатить простые онлайн решения. Здесь мы должны довести до реализации многие инициативы выше школы экономики именно по финансированию спроса со стороны школ и многие другие инициативы, которые у нас есть по доп. образованию, в частности цифровые сертификаты, которые мы делаем в части университета 20-35. Следующий большой тренд, о котором мы говорим, это, конечно, переход на данные, потому что без данных мы абсолютно слепы, а без данных оффлайновые системы тоже перестают работать, онлайновые системы не могут работать вообще. Логика обучения специалистов системы образования работы с данными, работы в антикризисной модели для нас критично важна. И здесь мы, конечно, последние годы, ну, как в начале любого процесса в каком-то смысле, где-то бежали впереди паровоза, где-то тыкались как слепые котята, иногда переоценивая нашу способность как сообщества к сетевой горизонтальной работе, к созданию общих баз знаний. Потому что для того, чтобы перейти на данные, недостаточно просто указаний государства, недостаточно частной инициативы, должны быть базы знаний, базы практик, базы, которые объединяют усилия сообщества, и мы должны научиться вознаграждать сообщество за эту работу. И именно в этой логике совместного создания баз знаний для всех решений, которые основаны на данных, мы будем строить с этого года работу, связанную с нашей системой переподготовки, программ CDO для государственных служащих и, надеюсь, для конспораций уже в этом году. Качественные данные позволяют нам наконец реализовать и ключевые задачи наши, связанные с базовой моделью компетенции. Наш святой герой, который связывает напрямую рынок образования, рынок труда, напрямую зависит от тех качественных данных, которые мы в эту базовую модель вставляем. Эту работу необходимо приоритизировать, продолжить, и она создает для нас общую антологию, и мы наконец уходим от другого проклятия, помимо географического, когда мы зависим от отдельных частных мнений, отдельных частных лиц, как бы гениальны они ни были, конечно, нам надо от этой модели уходить. Вот все эти факторы, взятые вместе, они создают в ближайшие пять лет ситуацию, когда решения, собранные в цифровой сетевой логике, они становятся соразмерны и становятся замещающими по отношению к решению предыдущего поколения, связанное с оффлайном. Эти решения должны сохранять, естественно, все преимущества фундаментальной оффлайновой системы образования, сохраняя контакт лицом к лицу, сохраняя живую человеческую связь, сохраняя внимание к фундаментальным знаниям, тем не менее построить более открытую, более честную, более справедливую для подношения к талантливым людям модель, которая связывает систему образования и рынок труда в нечто общее, чем очень хорошего названия, но ключевые инфраструктурные элементы этого будущего мы сами создаем. Сложно, тяжело, но с выходом на такую хорошую неизбежную победу. Наверное, все, что я хотел сказать, на старте наши с вами работы. Олег, забирайте полномочия, перехватывайте демонстрацию экрана и всем хорошей аналитической сессии сегодня. Мир Николаевич, большое спасибо. Очень здорово то, что мы сегодня впервые увидели вот эти возможные сценарии развития. Важно понимать и статус-кво, и то, куда нам нужно двигаться и как можно двигаться, потому что те стандартные пути развития, которые мы уже последние несколько десятилетий опробовали, они, конечно, малоэффективны. И в этой связи это большая помощь для всех участников форума, для всех участников отдельных сессий, чтобы думать максимально конструктивно и предиктивно в соответствии с теми возможными развитиями событий, которые у нас сегодня существуют. Коллеги, напоминаю, сегодня и завтра нас ждут еще много интересных лекций, но лекции хорошие нужно заработать, нужно хорошо поработать. Поэтому я дальше хочу представить наших партнеров, без которых мы эту сессию, наверное, вряд ли могли построить такой полноценной и полноэкспертной. Я хочу передать слово нашим коллегам из ЗАНО цифровой экономики Сергея Пилипенко, директора направления кадра для цифровой экономики. Олег, добрый день, уважаемые коллеги, день добрый, спасибо за предоставленную возможность, уважаемые коллеги, рад вас всех приветствовать. Хотелось бы вас еще и увидеть, но полагаю, что в ближайшее время у нас будет возможности для личного общения. Но вместе с тем, кстати говоря, сколько мы уже на удаленном с вами работаем и вспоминается, сколько необходимо времени для того, чтобы сформировалась привычка. Я думаю, что уже достаточно прошло время для того, чтобы сформировалась привычка использовать и ноутбуки, и гаджеты, и это становится уже некоторым таким третьей, четвертой рукой. Уважаемые коллеги, настоящая проектно-аналитическая сессия, на мой взгляд, является необходимым ответом экспертного сообщества на появившиеся новые обстоятельства. Это своего рода этап такой рефлексии, который принципиально необходим. В условиях пандемии были обнаружены различные проблемы, противоречия, о которых сказал Дмитрий Николаевич, и которые, собственно говоря, мы все с вами видим в реальности. Это недостатки, недоработки, ну и, собственно говоря, определенные ограничения. В рамках проектно-аналитической сессии мы с вами будем говорить о этих проблемах, искать выходы, варианты их, разрешения. Я хотел бы акцентировать ваше внимание одной из проблем. Это проблема устойчивости системы образования. Мы с вами прекрасно понимаем, что есть определенные задачи и цели, главные, которые определены в федеральном законе, это качество образования, это достижение определенных образовательных результатов, это обеспечение реализации образовательного процесса. И самая главная задача с точки зрения устойчивости системы, чтобы процесс обучения был, чтобы образовательные результаты в конечном итоге были достигнуты. Для того, чтобы система была устойчивой, собственно говоря, должен быть определенный ящичек, можно так назвать. Это некий набор инструментов, технологий, методов, способов. Но в силу, собственно говоря, сложившихся обстоятельств мы с вами увидели, что он далеко не полный, где-то есть определенные элементы, но они оказались не совсем качественными, совсем адекватными для ответа на соответствующие вызовы, соответствующие изменения. В этом смысле нам, конечно же, очень важно выстроить такую модель, такую систему образования с таким набором разнообразных инструментов, которая бы, собственно говоря, и позволила системе быть устойчивой и реагировать, быть способной на любые изменения. Уважаемые коллеги, я уверен, что те решения, которые мы с вами выработаем в рамках проектно-экономической сессии, позволят нашей отечественной системе образования стать более устойчивой и способны обеспечить наших обучающихся качественным образованием в любых условиях. Спасибо, Олег, за предоставленные возможности. Большое спасибо, Сергей. Коллеги, дальше я хотел передать бы слово администраторам федерального проекта кадра или цифровой экономики, без которых и программа, и отдельно взятый федеральный проект, который помогает развивать и сектор образования, и рынок труда, наверное, не состоялся. Я хочу передать слово Святославу Олеговичу Сорокину, директору департамента социального развития Министерства экономического развития Российской Федерации. Святославу Олеговичу, вам слово, пожалуйста. Непривычно еще переходить в цифровые форматы, хотя занимаемся этим давно. Я тут вспоминаю, как несколько лет назад приходили и обсуждали необходимость системных изменений в системе образования, на рынке труда, внедрению новых форматов обучения, начиная от школы и заканчивая системой послевузовского образования. И встречали много непонимания у коллег. Сейчас текущая ситуация, конечно же, показывает, насколько все это необходимо достаточно своевременно начало внедряться, разрабатываться, и уже тот опыт, который за прошлый год получили при реализации проектов, в первую очередь при реализации системных сфоровых сертификатов, подтверждает актуальность всех мероприятий и необходимость достаточно быстрого и широкого масштабирования. Вчера было совещание у президента, где обсуждались проблемы, складывающиеся на рынке труда в связи с пандемией коронавируса. Мы видим, что действительно серьезная сейчас перестройка происходит. Достаточно большое количество людей, которые вынуждены выходить на биржу труда. У нас значимо увеличилось количество зарегистрированных безработных. Уже сейчас это порядка миллиона девятисот человек. И вся эта ситуация требует, конечно же, серьезной работы нашей образовательной системы, системы дополнительного образования, в части предоставления возможностей для людей получить необходимые навыки и компетенции. Вчера в том числе у президента обсуждался и было зафиксировано необходимость масштабирования опыта университета 2035 по предоставлению цифровых сертификатов, масштабирование опыта союза WorldSkills по переобучению граждан. Я считаю, что та дискуссия, которая сегодня и завтра будет в нашей сессии проводиться, она очень своевременно, как никогда. Я надеюсь, что мы найдем те решения, которые позволят максимально быстро и эффективно как обеспечить устойчивость системы образования, которой Сергей Беребенко сказал, так и предоставить необходимые удобные сервисы для наших граждан с тем, чтобы мы максимально быстро могли выйти из этой ситуации. Спасибо большое всем участникам. Удачи, полнотворной работы. Стаслав Олегович, большое вам спасибо. Будем стараться, чтобы проект улучшался, модернизировался и соответствовал тем ожиданиям, которые вчера озвучил президент. Коллеги, я передаю слово еще одному нашему партнеру аналитический центр при правительстве Российской Федерации Сергей Лещенко, заместитель руководителя проектного офиса по реализации как раз национальной программы цифровой экономики Российской Федерации. Сергей, пожалуйста. Да, коллеги, добрый день. Рад вас всех слышать. К сожалению, также отмечу, что непривычно не видеть аудиторию, с которой общаешься, но будем надеяться на хорошую обратную связь. Начну с того, что разработка и реализация национальной программы это, конечно, ответ на вызовы тех изменений, которые сейчас стремительно происходят в мире. Конечно, добавить к тому, что сказал Дмитрий Песков особо нечего, он очень полный и так в красках обрисовал всю картину, но на мой взгляд как раз таки наш федеральный проект, который касается кадров, он поможет на все эти вызовы ответить. И для обеспечения экономики страны достаточным количеством кадров, которые нам необходимы и которые обладают соответствующими компетенциями, и те, кто обладает необходимыми компетенциями и навыками в цифровых технологиях, они должны быть обучены в том числе в рамках проекта кадров для цифровой экономики. И как раз таки этим федеральным проектом предусмотрен комплекс мер по созданию базовых условий для такого развития. И стоит очень много задач, и в том числе к 2024 году не менее 120 тысяч выпускников системы высшего профессионального образования должны поступать на IT-специальности. Эта задача не самая легкая, но я уверен, мы ее совместными силами к 2024 году сможем достичь. не менее 800 тысяч выпускников должны обладать базовыми компетенциями цифровой экономики. И в совокупности 40% населения страны должны быть адаптированы к реальными цифровой среды. На это направлены немалые ресурсы и различные государственные и частные государственные инструменты поддержки достижения данных целей. Поэтому я уверен, мы сможем их достичь, хотя возможно какие-то на пути мероприятия нам придется как-то подкорректировать исходя из того, что мы сейчас запланировали. И для достижения таких целей и результатов нужно начинать подготовку уже со школы. Именно просвещение отвел на это целый блок по финансовому стимулированию различных направлений, которые связаны с подготовкой детей, которые проявляют особые достижения в IT-направлениях. Организовано дополнительное образование детей для углубленного изучения математики и информатики. Представляются различные гранты по данным направлениям. В рамках следующей степени образования уже обновлены профстандарты в ГОСы как следствие образовательные программы. И с учетом быстроты ситуации, которая меняется, нам также необходимо и проработать механизмы адаптации, постоянной адаптации наших стандартов к тем условиям, которые возникают в мире, чтобы быстро реагировать на них. Потому что мы должны понимать, то, что мы сейчас вкладываем в эти стандарты, оно по факту даст нам результат через 5-10 лет. И именно на этот горизонт планирования мы должны и ориентироваться при принятии нами решения именно сейчас. Так как наши решения не дают, к сожалению, сиюминутного какого-то эффекта, у нас очень такая долгосрочная цель и задача. И в прошлом году в Минкомсвязи была разработана модель Центра Ускоренной Подготовки. Миноборнауки будет ее масштабировать. И по итогам работы в 2019 году были опробированы некоторые механизмы реализации федеральных проектов. Вот как раз таки цифровые сертификаты, о котором говорил представитель Минкомразвития России. В этом году планируется достичь показателя 38 тысяч. В этом году мы должны увеличить долю населения, которые обладают цифровой грамотностью и цифровыми компетенциями до 30%. Но это достаточно большая цифра. И в принципе, коллеги, я, наверное, не хотел бы вас нагружать дополнительно какими-то показателями, но вот мы как проектный офис, как аналитический центр вынуждены в том числе и ориентироваться на те цели, которые у нас поставлены в рамках данного федерального проекта и национальной программы. И, конечно же, мы реализуем все наши усилия не только в рамках какого-то нашего понимания, как это должно быть, но и для того, чтобы достичь того, что нам поставило руководство. Но, коллеги, я всем желаю успешной и продуктивной работы. Коллег, я благодарю за организацию. И я уверен, что завтра мы сможем подвести итоги наших обсуждений и уже двигаться дальше с новыми силами. даже в таких тяжелых условиях работы, когда мы не можем лично друг друга видеть. Спасибо. Большое спасибо, Сергей, за напутствие, за добрые слова. Я думаю, что коллеги действительно будут максимально конструктивно смотреть на те задачи, те цифры, которые поставило не только государство. Я напомню, что национальная программа, она в первую очередь ориентировалась на задачи среды, на задачи бизнеса, на задачи общества, которое, по сути дела, агрегировало все свои потребности и положило на карту нашего национального программы. И в этой связи наша основная задача как раз максимально чутко реагировать на те изменения, которые сегодня происходят. И в рамках нашей деятельности, в рамках нашего форума кадра или цифровой экономики версии 1.5, наверное, многие подумают, почему 1.5, обычно это четное количество. У нас это происходит в мае, поэтому это промежуточная версия и таких версий будет еще много. Я думаю, что следующая версия будет у нас в декабре, но пока поговорим о том, что будет у нас сегодня. Я коротко продолжу тот рассказ, который уже начали Дмитрий Николаевич, поддержал Стослав Олегович и Сергей в части того, какие у нас есть задачи. Если говорить в целом, то у нас действительно три крупных блока для того, чтобы создать полноценную, высококвалифицированную армию специалистов, если так можно выразиться, для того, чтобы строить и работать в цифровой экономике, мы должны в первую очередь начинать с талантливой молодежи. У нас действительно для этого много инструментов в виде грантов, в виде реализации инструментов поддержки и организаций, и отдельно ребят по тематическим лагерям, по грантам на обучение по математике, информатике, технологиям. И в этом году объемы практически не будут сокращаться, безусловно, в соответствии с кризисной ситуацией и пандемией. Какая-то часть будет переведена в онлайн, мы прекрасно понимаем, что в целях безопасности возможно некоторые объемы инструментов поддержки будут просто необходимы перевести в цифровой формат, и мы к этому также готовы. Тот ресурс, который Дмитрий Николаевич упомянул, edu.asi.ru, это в том числе не только навигатор, программ домопразования детей, которые сегодня мы постарались собрать, но также там будут присутствовать некоторые сборки по реализации тематических лагерей. Да, в цифре, да, в некотором формате, которые будут отчасти компенсировать нехватку оффлайн решений, но в каком-то смысле для поддержки ребят в отношении цифрового развития, в части развития талантов в области математики, информатики и технологии цифровой экономики. Такие формы мы считаем вполне доступными, вполне компенсирующими ту нехватку, которую мы, возможно, могли бы ощущать в этом году. И в этой связи практически тот объем инструментов поддержки талантов будет реализован в рамках федерального проекта. Также мы много говорим о том, что в рамках трех реальных когорт или целевых аудиторий цифровой экономики это потребители, разработчики и профессиональные пользователи. Мы также будем проводить определенное количество мероприятий. И если в прошлом году мы действительно нашли программу по реализации системы поддержки, государственной субсидированной поддержки граждан по переобучению, по получению компетенции цифровой экономики и опробовав это на пяти регионах, то в этом году система масштабируется на все регионы. У каждого субъекта будет возможность присоединиться к этой программе и тот минимальный объем, который мы можем в этом году дать, 33 тысячи сертификатов, я уверен, уже покажет свой эффект и те граждане, которые по какой-то причине оказались вне рынка труда либо потеряли работу, мы прекрасно понимаем, эта ситуация коснулась многих, смогут с помощью сертификатов и самореализоваться и найти в том числе такую поддержку на рынке труда, получив необходимые компетенции. Здесь также на слайде представлены цифры, к сожалению, коллеги, вы, кто смотрите видеотрансляцию, наверное, не можете полноценно увидеть презентацию, мы будем рады ее вам представить, сможете ее скачать после окончания мероприятия и рассмотреть более предметно те данные, которые у нас есть по программе, те цифры, которые мы собираемся достичь к 2024 году. Также существует ряд программ, которые поддерживают руководители, именно подготовку лидеров и команд в кризисных условиях. Мы смотрели большое количество аналитики и сегодня, помимо тех людей рабочих профессий, которые оказались крайне востребованы даже в условиях тотальной цифровизации, люди с антикризисными компетенциями управления будут крайне востребованы. И в этой связи те программы, о которых говорил Дмитрий Николаевич и уважаемые коллеги, которые вместе с нами сегодня будут работать и при партнерстве, которых мы реализуем форум, соответственно, подчеркивают значимость этих направлений. Мы также говорим о том, что большое количество программ требует более узкой специализации, профессиональной специализации. Мы говорим здесь про программы интеллектуальной собственности, мы говорим здесь про программы поддержки специалистов и управления, и анализа, и исследования данных. И здесь, конечно, если мы переходим в эпоху работы с данными, нам колоссальным образом требуется большой объем такого рода специалистов. И на это тоже будут направлены программы и планы этого и будущих годов. Здесь я также хотел отметить то, что сессию мы проводим не просто для того, чтобы в очередной раз увидеть наших любимых партнеров и поделиться теми новостями, которые есть у нас. Мы прекрасно понимаем, что даже тот план, который мы сделали год назад или полгода назад сегодня, он уже не актуален. Во многих местах требуется пересмотр приоритетов. Мы прекрасно понимаем, что такого рода кризисное явление, которое нам подарила судьба, подарил мир в виде коронавируса, колоссальным образом меняет и приоритеты в отношении построения самой системы образования и тех механизмов, на которые строится рынок труда. Дистанционное занятость, дистанционное обучение, смешанные форматы работы. Это не только определенная нагрузка на перестройку нормативного поля. Это в целом большая, серьезная нагрузка на компании, на организации образования, на людей. И в этой связи те планы, те задачи, которые стояли у нас, должны быть максимально гибко пересмотрены. Здесь я также набросал некоторые возможные сценарии развития, по крайней мере, в отношении рынка труда и той динамики, которую мы сегодня наблюдаем. Те задачи, которые мы ставили, они в целом направлены на те изменения, которые происходят, но при этом мы прекрасно понимаем, что конкретное фокусное отношение в части конкретных направлений переподготовки, переобучения требуют максимально быстрого пересмотра. То есть, если мы в феврале набредали падение требований и востребованных специалистов в определенных отраслях экономики, в области туризма, общепита, бытовых услуг, мы видели, что эти отрасли практически встали намертво, и, соответственно, специалисты перестали быть востребованы, то в рамках дистанционной экономики в апреле месяце мы увидели многократное увеличение спроса на специалистов в области науки, образования, IT, телекома, масс-медиа, развлечений, но именно в дистанционном формате. По сути дела, это специалисты другого склада, других профилей, компетенции, другого набора умений, навыков. И в этой связи то, что будет дальше, это еще третья волна, которая требует от нас максимально чуткого мониторинга, регулярного. И в этой связи те задачи и те вехи, которые у нас в федеральном проекте стояли, должны быть максимально заточены под регулярную актуализацию этих потребностей. Мы должны выстраивать механизмы, которые, по сути дела, если не с ежеминутной, то хотя бы с ежемесячной форматом актуализации будут наблюдать за спросом и формализовывать возможные ответы со стороны и системы образования, и системы непрерывного образования, и в том числе ставить определенные задачи на предыдущих этапах, когда мы говорим про подготовки в высших учебных заведениях, учреждениях среднего профессионального образования, и даже раньше, тогда, когда формируются ключевые компетенции цифровой грамотности, о которой мы все с вами вместе говорим, и другие необходимые фундаментальные основы для познавательного развития человека. И в этой связи, когда мы с вами говорим о том, что мы будем делать, нам важно не только посмотреть, как нам перестроить уже существующие механизмы. Нет, в целом они уже достаточно грамотно простроены. Нам важно заложить инструменты максимально гибкой адаптации к тем условиям, которые возникают в таких кризисных явлениях, которые мы вместе с вами наблюдаем, к сожалению, в этом году. И самое главное допроектировать те решения для того, чтобы обеспечить эту гибкость. И здесь, коллеги, я, наверное, хочу передать слово моим коллегам-организаторам, которые бы рассказали, а как это сделать правильно. У нас здесь будет два блока открытых лекций дискуссий, проектировочных сессий, которые с нашей точки зрения максимально глубоко смогут, с одной стороны, погрузить в текущую проблематику, беспристрастно посмотреть на данные, которые нас сегодня окружают. Дмитрий Николаевич сказал, я здесь абсолютно с ним солидарен, без данных это будет исключительно нашим отдельным субъективным мнением, которое просто не имеет права на то, чтобы обеспечить валидное и явное описание всей вот этой универсальной характеристики и рынка туда системы образования. Я хочу передать здесь слово Александру Островскому и моим коллегам, чтобы они чуть больше рассказали, как мы будем работать и как мы вместе с вами завтра сможем прийти к новым максимально релевантным в сегодняшней ситуации проектировочным решениям. Саша, пожалуйста. Здравствуйте, участники проекта аналитической сессии. Я вам расскажу подробнее про формат нашего мероприятия. Действительно, оно состоит из двух частей. Первая — это публичная, это лекции и панельные дискуссии. Главная наша тема — это перезагрузка подходов в работе с кадрами, обновление форматов и программ обучения в ответ на кризис на рынке труда, вызовы системы образования. И сегодня нас ждет в 14.20 панельная дискуссия переосмысления роли человеческого капитала в постпандемийном мире. Сможет ли цифровая экономика не допустить аналоговую бедность? Участники — известные вам эксперты, спикеры наверняка. Это Сергей Рощин, проректор Высшей школы экономики, Исаак Фрумин, научный руководитель Института образования Высшей школы экономики, Иван Замощанский, директор Центра развития универсальных компетенций Уральского федерального университета. И в качестве модератора выступит Алексей Комиссаров, это гендиректор «Россия — страна возможностей». В рамках этой панельной дискуссии мы с вами поговорим про то, как пандемия влияет на реформы, которые раньше проходили в системе образования, как перенастроить социальные лифты в новых реалиях, способно ли онлайн-образование остановить миграцию кадров из малых городов в мегаполисы и многие другие вопросы. Сразу же после этой панельной дискуссии следует другая, где мы поговорим про состояние вызова и ожидания рынка труда. Выступят спикеры в виде конкретных практиков. Вначале у нас ожидается выступление Сергея Бражника, это директор по развитию региональных образовательных проектов Яндекса. Он расскажет про то, какие сейчас изменения имеются в системе образования, как Яндекс на них реагирует и как решает проблему подготовки кадров в регионах. Также выступит представитель КПМГ, автор доклада «Действия HR в условиях пандемии». Также вам советуем с ним ознакомиться перед началом мероприятия. Среди выступающих также Дмитрий Судаков, это автор проекта «Атлас новой профессии» небезызвестного на реках вам. И также выступит Мария Аламадзе, это HR-банк открытия с выступлением про новые нестандартные форматы подготовки кадров и привлечения молодых талантов. Выступит в качестве модератора у нас Алена Гейт, это победитель конкурса «Лидера России» открытого отбора и наш новый HR-директор HR-директор университета 2035 и платформы НТИ. Друзья, это все, что нас ждет после 14 часов. Сейчас мы удалимся на некоторое время на проектировку. Если вдруг вы не попали в состав проектных групп, ничего страшного. Это точно не последнее наше мероприятие в подобном формате. Мы обязательно еще найдем применение вашим компетенциям и опыту. Вы знаете, что онлайн-формат весьма специфичный, не так просто проектировать в большом количестве человек, поэтому в этот раз группы будут компактные, но при этом очень важные. Результат проектировки по сути определит те самые новые подходы работы с кадрами в рамках ресурсов и потенциала, которые уже заложены в рамках фед-проекта кадра для цифровой экономики, но в новых реалиях требуют настройки в связи с новыми вызовами. Итогами этой работы мы с вами обязательно еще поделимся на последующих мероприятиях, поэтому следите за новостями Центра компетенции Университета 20.35 в группе в Фейсбуке. На этом, коллеги, мы временно прекращаем публичную трансляцию и ждем вас обратно ровно в 14.20. Спасибо. Уважаемые участники проекта на политической сессии, мы продолжаем нашу публичную часть мероприятия и у нас сейчас намечается очень интересная панельная дискуссия по названию «Пересмысление роли человеческого капитала в постпандемийном мире. Сможет ли цифровая экономика не допустить аналоговую бедность?» Предоставляю слово модератору этой панельной дискуссии Алексей Комиссаров, генеральный директор ОНО «Россия – страна возможностей». Алексей. Добрый день, уважаемые коллеги, здрасте наши слушатели. Дискуссия, надеюсь, действительно получится интересной. Мы договорились, что мы не делаем никаких докладов, надеемся на живое обсуждение. У нас есть 40 минут, мы должны уложиться в это время. И прежде, чем начнем, я хотел представить наших участников. Сергей Юрьевич Рощин, проректор Научно-советского университета Высшая школа экономики Исаак Давидович Фрумин, научно-реководитель Института образования Высшей школы экономики и Иван Игоревич Замощанский, директор Центра развития универсальных компетенций Уральского федерального университета. Коллеги, спасибо, что нашли время и возможность присоединиться. Я очень рад вас видеть и уверен, что дискуссия у нас получится интересной. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Я бы начать хотел с какого вопроса? Базового и принципиального для начала этой дискуссии. Я сейчас слышу диаметрально противоположные мнения. Много разговоров, много обсуждений. Кто-то говорит, что в этом мире, который будет после пандемии, все изменится и все станет другим. Рынок труда другой, подходы к образованию другие. И есть противоположный лагерь, который говорит, да нет, все это ерунда. Сейчас мы переживем вот эти тяжелые времена. Поймем, что нам не хватает того, что было раньше и все вернется на круги своя. Вот кто готов свое мнение на эту тему высказать? Действительно ли все изменится кардинально или нет? Ну, может быть, Сергей Юрьевич, давайте с вас. Окей, Алексей, давайте я начну, коллеги. Хорошо. Я думаю, что при такой постановке вопроса крайние ответы вряд ли реалистичны. И скорее надо исходить из того, что мир изменится, но не так, что он будет абсолютно другим по отношению к тому, что есть. Я сейчас говорю в первую очередь о мире с точки зрения рынка труда, занятости, рабочих мест, структуры экономики. Конечно, все то, что сейчас происходит, создало мощный импульс для освоения многих технологий дистанционных, цифровых, онлайновых, мы их можем как угодно называть по отношению к различным рабочим процессам. И, безусловно, накапливаемый сейчас опыт построения бизнес-процессов – это колоссальный бизнес-капитал, который будет оказывать влияние на многие сферы деятельности, экономики, и процессы будут видоизменяться. В то же время не должно быть представления, что подобные технологии могут быть применены абсолютно во всех сферах деятельности или то, что это может произойти мгновенно. Есть много сфер приложения труда, которые все равно будут оставаться, скажем так, не полностью цифровыми или в значительной степени не цифровыми. я приведу один из примеров или два примера, они, в общем, очевидны, но тем не менее, чтобы нам обсуждать. Есть задачи строительства. Как бы мы ни хотели, но новые здания не будут возникать за счет цифровых технологий. Это непосредственная деятельность, которая требует приложения предметного с точки зрения трудовой деятельности людей. Есть еще одна сфера, это сфера сельского хозяйства, которая может быть в очень значительной степени с применением современных цифровых технологий, но тем не менее, требует совершенно конкретного предметного труда в определенных масштабах. И сказать, что у нас все абсолютно изменится, когда мы выйдем из кризисной ситуации и будет происходить нормализация социальных процессов, связанных с отступлением эпидемиологической ситуации. Нет, в этих сферах это не произойдет. Поэтому, конечно, в крайних красках оценивать то, что будет в постэпидемиологический период, я бы не стал. Здесь возникают гораздо более сложные процессы. Наверное, как-то так. спасибо. Сергей Исаак Ильич, а вы знаете все про образование. Сергей Ильич больше сказал про рынок труда, а все-таки с образованием что будет происходить? С вашей точки зрения? Я думаю, что образование изменится радикально. Вот здесь действительно это будет не быстро, это будет не быстро, но думаю, что просто обнаружилось, как мне кажется, этот опыт, если он будет достаточно отрефлексирован, он даст нам понять, как следует, что нельзя, невозможно перевести в дистанционный формат. И вот под это мы будем затачивать наше непосредственное общение, среду, которая возникает в университетах и так далее. Например, я недавно разговаривал с коллегой, я должен был ехать на конференцию, большую в апреле, и мы с ним должны были там встретиться, и он говорит, мне не жалко, что я пропущу сессии с докладами, я их могу послушать в зуме, а мне жалко, что мы с тобой в перерыве не сможем пойти попить кофе и просто поболтать. Вот таким образом, во-первых, мы поняли, что ценным и как бы совсем ключевым является в традиционном процессе обочие. А с другой стороны, мы увидели возможности. Я, кстати, думаю, что наибольшие изменения произойдут в школьном образовании, как ни странно, даже не в самом образовании, а в отношении семей. Мы слышим, и это очень необычно, вообще исследования о том, как семьи сами организуют процесс обучения, очень мало. И вот сейчас огромное количество семей узнало, что они могут, в общем, спокойно учить ребенка, если есть дистанционная школа. И в разных странах количество родителей, которые рассматривают для себя возможность организации домашнего обучения, увеличилось в разы за эти два месяца, вот по сравнению с опросом двухлетней давности. Я знаю другие примеры, когда наоборот родители говорят больше ли дай бог вообще, скорее бы школы все открылись и дети ушли учиться. Это верно, это верно, потому что и здесь тоже возможно у них выстроится новое отношение. Поэтому, смотрите, я бы сказал так, что может быть мы даже вот изменения, которые будут в образовании, они может быть не всегда будут совсем заметны таким внешним глазом, но этот опыт, который мы все получили, мы его безусловно никуда не денем, он теперь останется с нами и мы будем на него опираться. Спасибо. Иван Игоревич, а что студенты говорят, студенты, в частности Уральского федерального университета, как они относятся к тому, что сейчас им пришлось в эти два месяца пережить и как они смотрят в будущее, чего хотят, вернуться ли к тому, что было или продолжать работу онлайн? Ну, здесь есть разные мнения, я бы и про школьников тоже сказал. Школьники на самом деле очень смешную штуку обнаружили, они обнаружили, что в некоторых вечах они разбираются лучше своих учителей, и особенно старшеклассники, они, конечно, многие из них недовольны методически, потому что оказалось, что в такой вот массе многие преподаватели методически не готовы работать, они привыкли и раньше, согласен с предыдущими спикерами, они не замечали вот этой компетентности непосредственного общения, и когда она ушла, они как бы пока не готовы не знать, чем ее заменить, потому что это действительно сложно. Вот это первый момент, который я отметил, что вот методически нужно, конечно, здесь проводить обучение. Второе, что касается студентов, студенты скучают по атмосфере, студентам нужно не просто ходить на занятия, а вот это вот атмосфера, атмосфера университета, и они тоже почувствовали эту ценность. На самом деле, хотя я вот сейчас занятия у меня многие перешли в онлайн, я их поддерживаю постоянно, но я тоже по себе понял, хотя я в онлайне давно работаю, что необходимо постоянно искать некоторый креатив в преподавании, постоянно поддерживать интерес, вот как раз, когда вот этого непосредственного общения нет. Поэтому студенты в целом, они положительно относятся к онлайну, но для них проблема — это умение себя организовать, умение себя заставить, они привыкли к этому компоненту, который вот в непосредственном обучении всегда реализуется. Я бы так ответил на этот вопрос. Спасибо. А давайте немного обострим дискуссии, поговорим о том, что нас ждет в самое ближайшее время. Понятно, очевидно, есть цифры, факты, что растет безработица, что очень многие люди сейчас потеряли работу. Я думаю, что реальные цифры еще больше, чем те, которые озвучены на сегодняшний момент, просто не все успели зарегистрироваться, не все, может быть, оформили вот этот статус новый для себя. Что будет с вашей точки зрения с этими людьми, с точки зрения их подхода к образованию в дальнейшем? Вопрос в следующем. Готовы ли люди, потерявшие работу, учиться для того, чтобы приобрести какие-то новые навыки, которые могут быть востребованы вот в этом постпандемийном мире? Или они будут соглашаться на какую-то низкооплачиваемую работу? Или растеряются и будут просто сидеть и ждать и переживать? Есть какие-то предположения, а может быть, исследования? Можно я начну? Я был последним, вот как бы был первым. Ну, по моим данным, да, я занимаюсь консультациями, в том числе и госслужащих. По моим данным, безработка ожидается достаточно серьезно. И с точки зрения ожидания людей, они находятся, вот с точки зрения психологических, в тревожном таком состоянии. И поэтому, а это состояние, оно чем? С одной стороны, ну, конечно, оно неприятное, с другой стороны, оно провоцирует человека на рискованные вещи. Ну, придется, придется учиться. И на самом деле, насколько я знаю, по моим данным, в некоторых областях действительно существуют четкие запросы на обучение. Вот прямо обучение, то есть люди хотят учиться, при этом они хотят учиться чему-то конкретному, то, что позволит им зарабатывать деньги. Вот я бы так, вот это состояние людей по моим исследованиям, а я постоянно это провожу, такие исследования, вот их состояние, с одной стороны, тревожное, с другой стороны, они понимают, что никуда не деться, придется учиться. Спасибо. Исай Игорь Иванович, что скажете? Ну, я скажу, что в этой конкретной ситуации меня больше беспокоит не изменение технологий, а, собственно, действительно схлапывание рынка труда. Честно говоря, я очень довольный, ну, если можно быть довольным, мы, ведь Россия зашла в эту ситуацию позже, чем другие страны. И когда 14 марта, 15-го, Фальков принял решение о переходе университетов на дистанционный формат, то мы посмотрели, что происходит в других местах. И мы сообразили, что Австралия, Германия к этому времени начали программы поддержки работающих студентов, потому что они потеряли работу в средствах существования. И мы очень быстро провели в паре дружественных университетов опрос и выяснили, что 40% работающих студентов потеряли работу и потеряли средства к существованию, потому что официантами работают не для того, чтобы жизненный опыт получить студентов. И тогда мы вот благодаря такой активной позиции министра по крайней мере идеологически продвинули этот вопрос. И больше, насколько я знаю, больше 10 тысяч студентов уже в первой неделе было устроено в университетах. И поэтому, если мы сейчас также посмотрим, на что смотрят другие страны, то они, конечно, очень обеспокоены выпускниками сегодняшнего. И нет и опыт... Есть сейчас несколько статей про Великую депрессию и про кризисы начала 21 века, из которых ясно, здесь Сергей Юрьевич лучше разбирается, чем я, что вот проблема раннего старта, если у тебя неудачный ранний старт твоей карьеры, то шансы, что ты выйдешь на высокую зарплату в будущем и так далее, резко снижаются в среднем. Никакие тут мелкие примеры нас не успокоят. Поэтому я думаю, что ключевая проблема на рынке труда, которая будет иметь долгосрочные последствия, это ранняя молодежная безработица и с ней надо что-то придумать. Честно говоря, нас сейчас это очень беспокоит. Спасибо. У нас Сергей Юрьевич отключился. Надеюсь, что решаться технические вопросы он к нам вернется. Мы его спросим про его отношения. Появился, да. Ну, давайте тогда, Сергей Юрьевич, мы тут всегда вспоминали Великую депрессию и говорили про проблемы неудачного старта карьеры. Что вы на эту тему думаете? Мы уже видите, пока вы отключались, дошли уже до Великой депрессии. Да, извините, коллеги, это были проблемы со связью, поэтому отключилось. Да, да, мы поняли. Да, я думаю, что это не совсем верно, потому что вспоминать о Великой депрессии правильно с точки зрения того, что в экономике и с точки зрения рынка труда ключевым является спрос. И если у нас действительно происходит шок спроса, сокращение всего, то, конечно, это вызывает существенные рецессии и прочее. Ситуация сейчас выглядит гораздо сложнее, чем мы просто посмотрели на периоды больших кризисов, которые были, потому что мы будем иметь много структурных проблем. Ведь все то, что сейчас произошло, как мы уже начинали говорить в самом начале, с одной стороны, у нас есть ограничения на части деятельности, с другой стороны, у нас есть увеличивающийся спрос на активности цифровые, онлайновые, на изменение бизнес-процессов. У нас происходит ограничение занятости в одних секторах и предъявление спроса на рост ее в других. Поэтому я бы не сравнивал это непосредственно с Великой депрессией или с другими подобными глобальными кризисами. Я бы говорил о существенных структурных изменениях, которые будут происходить на рынке труда. Эти структурные изменения очень разные, не только с точки зрения межпрофессиональной, межотрасливой, они и с точки зрения определенных потоков рабочей силы, потому что эпидемиологическая ситуация наложила свои ограничения на межстрановую мобильность, на то, что из ряда стран ушли мигранты, и вопрос, кто заместит их работу, в том числе и для российского рынка труда. Поэтому скорее это глобальные структурные преобразования при, безусловно, некотором сокращении спроса в результате кризиса. Сергеевич, а вот вы сказали про шок спроса, с которым связана Великая депрессия. Сейчас понятно, что спрос сокращается из-за экономических, прежде всего, причин, он будет сокращаться, но есть еще и психологические моменты. Очень многие стали понимать, что, в принципе, не нужно так много вещей, так много одежды, можно вполне обойтись меньшим потреблением, и, в общем-то, жизнь от этого, в этом смысле, хуже не становится. Я думаю, что это тоже подействует, повлияет на тот спрос, который у нас будет в ближайшие, ну, как минимум, месяцы, а может быть, годы. Есть ли какие-то, с вашей точки зрения, такие же тенденции в спросе на образование? Не может ли произойти такого, что люди скажут, да ну, в принципе, можно и дома сидеть, и есть чем заниматься, и как-то сводить концы с концами, ну, к черту напрягаться, учиться, стараться и куда-то карабкаться, да, вот у нас все время был такой подход, надо, надо, надо двигаться вперед, надо стремиться, а сейчас вроде все успокоились, посмотрели по сторонам и поняли, что, может быть, и надо быть спокойнее. Вот что на эту тему думаете? Алексей, два суждения. Первое, я позволю с вами не согласиться в тезисе о том, что нынешняя ситуация заставила людей оглянуться и существенно снизить свои потребности по отношению к различным благам, услугам, предметам, вещам. Я думаю, что это очень кратковременный эффект. По крайней мере, все то, что я знаю про человеческую историю, говорит о том, что человек в своих желаниях надолго не ограничивается, если мы имеем в виду, конечно, не конкретного человека, а социум в целом. Поэтому я не думаю, что эти эффекты будут сколь-либо значить. Структурные изменения – да. Что касается образования. Среди специалистов по экономике образования уже давно прошла дискуссия и сделан вывод о том, что все то, что мы называем условно высшим профессиональным образованием, это в первую очередь экономическое благо, которое нужно людям за тем, чтобы потом это давало отдачу. В карьере, в заработке, в доходах, в статусе и во всем остальном. И с этой точки зрения, если образование будет формировать те компетенции, которые потом позволяют выстраивать те социальные и трудовые траектории, которые нужны людям, оно будет востребовано. Но вы правы в том, что мы наблюдаем некоторые изменения ценностей уже в том поколении, которое получило название поколения миллиналов и сейчас активно как раз находится в стадии образовательной. у них цели достижения были представлены или не были, а уже представлены несколько меньше, чем у поколений, которые были до них, у отцов и так далее. Но это не означает, что мы имеем массовое снижение ценности образования как такового. Повторюсь, если мы говорим об образовании уже не на уровне общего образования, которое формирует основные социальные ориентиры, умения, а говорим об образовании уже дальше, высшем, то во многом это будет зависеть от того, что дает это образование для дальнейшего продвижения в жизни и на рынке труда. Я соглашусь, мы часто проводим исследования среди студентов. К примеру, мы формировали ядерную программу, у нас был проект, ядерная программа университета, и мы ее формировали путем фокус-групп с первыми курсами, когда у них есть ожидания некоторых родителей, мы исследовали, и мы исследовали старшекурсников. Естественно, вот там ваши слова очень хорошо подтверждаются. Студенты сейчас к образованию относятся очень прагматично. Они говорят, они хотят его применять, чтобы зарабатывать деньги. Вот совершенно четко. Конечно, их можно выводить на разговоры мировоззренческие, ценностные, они могут на это идти, но в целом их интересует прагматика, их интересуют специалисты, поэтому они очень отзывчивы к практикам, которые приходят, им важно, что перед ними человек, который сам что-то сделал, и он может научить. То есть та самая прессалутая монетизация, я вижу ее как бы и радикально, да, то есть слишком иногда ей придают значение огромное, но при этом она довольно-таки сильно выражена у студентов, они хотят понимать, что и их преподаватель, и их педагог умеют это делать, он может этот навык передать действительно самостоятельно. Вот это наше исследование показали, и наша ядерная программа, которая в итоге получилась, спроектирована, она была наполнена такими тренинговыми вещами, достаточно четкими, вещами, которые связаны с тем, что студенты могли посмотреть не только на себя как инженеров, например, но и в команде были с гуманитариями, и вы видите, насколько разные навыки у них есть, которые можно применять в проекте. Можно я здесь не скажу, Алексей Геннадьевич? Конечно. Коллеги, мне кажется, что Иван точно сказал, со студентами ты когда говоришь, что они действительно часто говорят о том, пригодится или не пригодится, но я бы хотел подчеркнуть, что они уже сделали выбор высшего образования, и это фундаментальный момент, понимаете? Поэтому какое оно, есть такие студенты, есть студенты довольно многие, которые хотят широко быть образованными, и для того, чтобы просто быть образованным человеком, есть и такие студенты, но для меня более фундаментальным фактором, который не изменится, я не очень понимаю, почему он может измениться в ситуации пандемии, ничего об этом, говорит, это очень простая история, высшее образование становится социальной нормой, и даже с ним связывается представление не только о благополучии, о высоком заработке, причем они абсолютно рациональны, Сергей Юрьевич может подтвердить, премия на высшее образование сохраняется в среднем, и мы можем привести 20 личных знакомых, которые мало получают, но в среднем человек в России, который имеет высшее образование, получает на 60% больше, это много, чем человек, который не имеет послешкольного образования вообще, это очень существенная разница, они дольше, но важно и то, что эти люди, понимаете, это же знание о ценности образования, оно растворено в воздухе, все люди понимают, что в этих семьях дети лучше учатся, если оба родителя имеют высшее образование, люди дольше живут с высшим образованием, поэтому я не думаю, что ценность образования как-то понизится, но что интересно, пока очень мало, кстати, исследований, и вот мы недавно, кстати, интересно, мы недавно с Сергеем Юрьевичем обсуждали, нужно ли нам вот немедленно сейчас провести исследование выпускников вузов и школ, понять, вот как у них ориентиры, и решили, что не будем торопиться, немножко пусть пузырьки из котла пройдут, пусть перестанет ситуация кипеть, и мы посмотрим, что происходит, но американцы, они вот сейчас посмотрели, они задали очень простой вопрос выпускникам школ, если вузы перейдут в дистанционный формат, вы по-прежнему собираетесь туда или нет? И ответ такой, что, по-моему, 40% студентов сказали, что они подумают, может быть, они подождут год, пока кампусы начнут работать нормально, поэтому я не исключаю, что вот многообразие форм образования и отношения будут меняться, и будет меняться выбор студентов разных форм, но никаких оснований предполагать, что сменится социальная ценность высшего образования у нас нет сейчас. Если позволите, реплику, Алексей. Конечно, Сергей. Да, мне кажется, что этот разговор очень важен не в среднем, а опять-таки я вернусь к идее о том, что происходит структурное изменение. Исаак Давыдович сейчас говорил о возможном отношении к выбору образования, соответственно, оффлайн, онлайн, выпускников школ. Но образование сейчас выстроено гораздо более многолико. Это многоуровневое образование, это различные программы, это бакалавриаты, магистратура. У меня есть кейс. Мы в начале этого года стартовали, мы, я имею в виду, высшие школы экономики, с полностью онлайновой магистрской программой науки о данных. Она англоязычная, делается в партнерстве с Курсерой. И мы сделали осенью прошлого года приемы, с января-февраля начали обучение по этой программе 100 человек из 20 стран. Мы сейчас делаем второй набор, который стартует осенью. Вот у нас-то сейчас почти 500 заявок, из которых порядка там 140 россиян, а остальные это другие абитуриенты из 80 стран. Да, это люди уже, которые получили высшее образование и хотят специализироваться в науках о данных, в работе с большими данными, искусственным интеллектом и всем прочим. Они видят ценность этого. Да, полностью онлайновый формат, они готовы с этим работать. Поэтому я предвижу структурные изменения, но поддержу Исаак Давыдович, что это не вопрос глобального изменения ценностей. Мне тоже очень хочется с вами согласиться, но я все-таки обострю дискуссию и еще раз на эту больную, может быть, точку нажму. Тем более, что вы все сказали, вот Иван про это говорил, что вы, Сергей, подтвердили, что студенты сейчас больше ориентированы на получение практической пользы. И то, о чем говорил Исаак Давыдович, я двумя руками присоединяюсь, но у меня есть опасение, что этот тренд меняется на социальную необходимость высшего образования. Мы знаем прекрасно с вами примеры, что многие крупные гиганты, IT-гиганты уже отменили в последние годы требования к диплому о высшем образовании при приеме на работу. То, что там пять лет назад невозможно было, наверное, себе представить. Мы сейчас видим увеличение количества тех самых онлайн-курсов, которые предлагают сразу после прохождения получить работу с вполне достойной зарплатой. Не произойдет и все-таки не находимся ли мы в начале вот такого тренда, когда высшее образование останется только для тех, кто хочет себя посвятить науке и глубокому изучению тех или иных предметов, а большинство студентов все-таки будет выбирать краткосрочные программы с возможностью как можно быстрее начать зарабатывать деньги. Я очень быстро готов ответить. Мне кажется, в вашем вопросе вы сформулировали определенную рамку. Под высшим образованием мы понимаем привычное нам высшее образование с дипломом, с определенным количеством лет обучения и так далее. Но почему это так? Высшее образование эволюционировало на протяжении многих лет, меняло свой формат, в мире существуют трехлетние бакалавриаты и так далее. Поэтому я по-прежнему прогнозирую, что будет происходить структурное изменение в том числе в понимании того, что такое образование высшее, профессиональное и так далее. Это могут быть двухлетние программы, трехлетние, это могут быть различные другие варианты. Они не обязательно будут освещены тем привычным форматом диплома, который получали мы с вами или который сейчас еще существует. Вот здесь изменения я многие предвижу, но так это же нормально. Хорошо, давайте попробуем немного под другим углом на все эти вопросы посмотреть. Вот я всех троих спикеров знаю как людей прогрессивных с точки зрения образования, но давайте честно признаемся, что подавляющее число преподавателей и, наверное, учебных заведений в общем достаточно такие ретроградные, консервативные и не готовы к изменениям. И вот то, что произошло сейчас, например, с переходом таким неожиданным на дистант вызвало достаточно сильную негативную реакцию или сопротивление со стороны многих учителей. Ну, наверное, в основном это в первую очередь связано со школами, но и в вузах это тоже явно ощущается. Как сделать так, чтобы преподаватели были готовы к новым форматам, как сделать так, чтобы преподаватели не боялись этого формата, и как сделать так, чтобы они все-таки двигались вперед, не боялись прогресса? Ну, мне кажется, что здесь один из самых важных факторов, что, с одной стороны, сама ситуация принуждала преподавателей, учителей меняться в какой-то мере, но при этом есть ожидание того, что все вернутся на круги своя, что не придется в этом смысле развиваться. Мне кажется, что дело не только в том, что мы перешли на онлайн, я считаю, что в рамках самого процесса образования есть различные формы по тому, как можно преподавать свой предмет. И как раз оказалось, вот я с этим столкнулся, что непрофессиональные преподаватели, а люди как раз, которые почему-то сейчас идут в университет, говорят, я тебе не студенту, я хочу с ними поработать, они задают некоторые формы, где я вижу формы наставничества, формы передачи знаний, трансляции, которые довольно-таки быстрые, и методически иногда они не так выверены, как привыкли наши профессиональные педагоги. Поэтому мне кажется, что очень важно в том, о чем сказал Алексей в точке зрения некоторого консерватизма, сколько университет откроется, будет ли он открыт этому, не будут ли преподаватели бояться работать с теми, кто не преподаватель и не является, не будут ли они здесь видеть как бы некоторую конкуренцию, ну и так далее, потому что все равно труд преподавателя, его никто не отменял, я согласен со спикерами, что классическое преподавание, оно все равно должно остаться, и многие предметы вполне хорошо укладываются в этот формат. Но когда речь идет, например, об общепрофессиональных предметах, как их раньше называли, типа вот то, что сейчас говорят про универсальные компетенции, там, конечно, форматы должны быть гораздо разнообразнее. Когда я инженерам преподаю философию, понятно, что читать лекции по канту, по конспекту, но это не совсем то, что надо, чтобы заинтересовать их. А вот проводить некоторые дискуссии с ними, учить их аргументировать свою позицию, спорить, вот эти форматы, они действительно уместны. Я думаю, что более-более педагогическое разнообразие, педагогический дизайн, подход такой методический к преподаванию, он для современных преподавателей обязательно, поэтому нужно обучать. Обучать, у меня есть, например, программа sub-skills для преподавателей, обычно преподаватели, которые на ней учатся, они сначала с таким скепсом к этому относятся, говорят, мы и так все знаем, но потихоньку они проникаются, понимают, что можно совершенно интересно преподавать предметы, в этом нет ничего плохого. Александр Давыдович, а вы про школьное образование знаете много, общаетесь с директорами, с учителями, как вот по вашим ощущениям, насколько силен там консерватизм? Можно я все-таки начну как вузовский преподаватель, потому что у меня завтра занятие, и я должен сказать, что я понимаю, что оно очень, ну, так сказать, правильно, что оно происходит в дистанционной форме, потому что я работаю на очно-заочной программе, и раньше они на одну неделю приезжали в Москву со всей страны, а завтра я буду вести этот курс, и кто-то будет его смотреть в Хабаровске, кто-то в Белгороде, всем удобно кажется, только мне неудобно, понимаете, потому что подготовка к этому занятию у меня уже отняла там в три раза больше времени, чем я бы обычно готовился, потому что мне надо продумать кучу мелких, ну, когда, честно говоря, когда это происходило в аудитории, то я им прислал какую-нибудь книжку, главу из книжки прочитать, потом приходил, говорил так, рассядьтесь вот по четыре человека, вот вам вопросы, быстренько, я все это сейчас должен, во-первых, книжку я должен продумать, я должен найти эту книжку, понимаете, значит, как я организую их взаимодействие, а если они, как Сергей Юрьевич, будут вылетать во время этого взаимодействия. В этом смысле у меня не поднимается рука кинуть камень в преподавателей, понимаете, инновации должны быть удобные, я перешел на айфон с ноги, не потому, что меня заставили, или не потому, что я инноват, а потому, что это удобнее, а мы сейчас, к сожалению, не сделали это удобно, и поэтому мне кажется, что рано говорить, что преподаватели вот они плохо отнеслись, есть исследования, наши товарищи из Анхих сделали, что чуть ли не 82 или 72 процента преподавателей вузовских считают, что дистанционное образование не может быть какого же качества, хорошего, как фейс-ту-фейс. Вот частично я, кстати, с ними согласен, но действительно, ну как-то они прям негативно его очень оценивают, но думаю, что это просто вот такой травматический опыт, а в школе, конечно, гораздо хуже все получилось, потому что вузы у нас хотя бы переходили на цифру, а ведь в школе, ну скажу откровенно, последние пару лет было прямое сопротивление, нам говорили, что нам астрономия и шахматы важнее, чем информатика либо цифровые технологии, а буквально в начале вот этой всей истории с дистанционкой несколько прекрасных людей, экспертов по детскому здоровью издали металлические рекомендации, в которых жирным прям было написано смартфоном пользоваться нельзя. Друзья, а что делать, если в семье трое детей или у них вообще нет компьютера, или один на трои? Ну там было много такого смешного, типа в комнате, где ребенок работает с компьютером, не должно быть посторонних людей и так далее, и так далее. Поэтому мне кажется, Алексей, что не надо нам сейчас смотреть на эту ситуацию как на индикатор консерватизма. То, что вообще люди не бросили это все нафиг. Вот давайте подумаем простую вещь. 30 лет назад если бы был карантин, то ничего бы просто не работало. В лучшем случае приходил бы учитель, кидал бы домашнее задание в этот самый почтовый ящик, а родители бы потом тоже куда-то относили. То, что примерно по нашим оценкам 50% детей продолжало как-то учиться, это огромное достижение. А дальше посмотрим, если преподавателям будет удобно, то у них всякий консерватизм уйдет. Спасибо. У нас совсем мало времени остается, но мне очень хочется еще один вопрос с вами обсудить, еще одну дилемму поднять. Сейчас Сяк Давидович сказал про то, что у него будет лекция с студентами из разных городов, и вопрос у меня вот с чем связан. Сейчас много разговоров о том, что в мире происходит урбанизация, что будущее только за развитием крупных городов, мегаполисов, а другой лагерь говорит о том, что у нас страна большая, и если у нас все переместятся в Москву, то мы просто рано или поздно потеряем те территории, которыми мы богаты. И вопрос в связи с этим следующий. Вот те онлайн-форматы, на которые мы сейчас полностью или частично переходим, они могут как-то повлиять на ту миграцию, прежде всего, молодежи, которая происходит, или нет, потому что зачастую эта миграция происходит как раз начиная со студенческой скамьи, когда молодежь уезжает в хорошие вузы, в крупные города и продолжает учебу там, но потом там остается работа. Я очень коротко попробую, если можно, коллеги. Мне кажется, надо различать образовательную миграцию, миграцию такую в широком смысле слова социальную, трудовую, потому что если мы говорим про образовательную миграцию, она может не происходить, если будет доступ к полностью онлайновым программам, хотя мы говорили уже о возможностях и ограничениях подобного перехода, но представим себе, что все учатся из домов, а что дальше? Вот они научились, а дальше они выходят в жизни, вопрос, как будет организована жизнь в больших мегаполисах и малых городах, будет ли там рынок труда для того, чтобы применить свои компетенции, для того, чтобы получить тот доход, который позволяет тебе жить так, как ты хочешь, удовлетворять некультурные и так далее. Поэтому это вопрос во многом не столько образования, это вопрос того, как будут формироваться рынки труда не только в мегаполисах, но и в малых поселениях, и как будут формироваться уровни жизни с точки зрения возможностей различных у человека осуществлять свою разнообразную жизнедеятельность в малых городах. И в этом ключевой вопрос. Поэтому образование это всего лишь часть этого. А как вы на это ключевой вопрос ответите, Сергей Ильич, должны ли государство делать так, чтобы во всех малых городах были точки приложения высокоинтеллектуального труда? Или бог с ним, пусть жизнь идет своим путем и весь прогресс перемещается в мегаполис? Ну, государство должно создавать те институты, которые помогают людям жить, раскрываться, заниматься различной деятельностью, получать необходимый для жизни доход, увеличивать свое благосостояние. С этой точки зрения это вопрос того, как у нас в целом развивается экономика. Средотачивается ли она только в крупных предприятиях, связанных с мегаполисом, куда идут инвестиции, или у нас создается среда для развития различного, условно, скажем так, малого бизнеса, который в том числе очень активно связан с информационными технологиями, потому что там стартапы резко снижаются. Если для этого будут создаваться условия, то это хорошо, и если государство будет этим заниматься, то это, безусловно, хорошо и будет влиять на это. Спасибо. Коллеги, 15.00, если у Исаака Ивана есть какие-то комментарии, которые вы хотели бы озвучить, коротко, я буду вам благодарен. Можно совсем коротко, Алексей Иванович, вот то, что делает частично ваша организация, это как раз один из ответов на этот вызов. Сегодня даже американцы с их колоссальным индивидуализмом признают, что невнимание к тому, что сейчас называют ржавый пояс Америки, привело к колоссальным социальным последствиям. Общество, понимаете, не правительство должно задумываться над этим и создавать механизмы социальной мобильности. вопрос не в том, что люди уедут откуда-то, а вопрос в том, чтобы там, где они живут, там у них были такие же возможности, как и у нас в Москве. Я абсолютно присоединяюсь к этому и буквально пару слов. Я очень хорошо знаю маленькие города, моногорода, так называемые, и вот то, что вы сказали, там совершенно верно. Возможностей немного в маленьких городах для приложения сил молодых людей. И поэтому, естественно, мне кажется, что цифровизация в целом, она должна позволять в том числе облегчать эту мобильность, которая не обязательно будет предполагать перемещение с точки зрения того, где человек живёт. Буквально недавно я у математиков, магистров вёл занятия, и на перемене один из них вёл переговоры с американской компанией, он на неё работает. Он на перемене прямо заключал договор. Ему не надо туда ехать для того, чтобы проявить себя. Поэтому мне кажется, что в целом цифровизация и возможности, которые появляются в связи с ней, она позволит мне рассуждать таким образом, что не обязательно менять место для того, чтобы получить новые возможности. Я бы хотел, чтобы было. Спасибо. Спасибо большое. Время наше истекло. Огромное спасибо за интересную беседу, за интересную встречу. Я всем нашим слушателям и нашим спикерам желаю крепкого здоровья прежде всего в этих условиях. Очень надеюсь, что мы сможем скоро уже встречаться в нормальном таком формате. Очень не хватает этих встреч. Вот лично мне, если честно, вот то, о чём говорил Исаак, что не хватает возможности просто выпить чашку кофе, поговорить, пообщаться, что-то обсудить, может быть, где-то в кулуарах, обменяться какими-то такими мыслями и просто даже энергией друг с другом. Но я уверен, что мы скоро к этому вернёмся и образование наше позволит взять всё лучшее из того, что мы в этот пандемический период обнаружили и при этом сохранить ту ценность, которая была и остаётся в простом живом человеческом общении. Спасибо вам большое и до новых встреч. Спасибо, Алексей, было очень интересно. Спасибо. Спасибо, Алексей, коллеги, огромное вам спасибо. Я думаю, было не просто интересно, но и также полезно в первую очередь нашим зрителям. Это агенты изменения, от которых в том числе зависит будущая система образования, рынка труда. И в дальнейшем мы вот это видео ещё обязательно всем зашлём, распространим и охват будет обеспечен. Друзья, мы двигаемся дальше. У нас прямо сейчас стартует следующая панельная дискуссия. Мы поговорим про текущее состояние рынка труда, вызовы, его, опять же, определённый образ будущего. У нас в качестве модератора выступит Алена Гейт. Это HR-директор университета 2035-платформы НТИ. Можно сказать, коллега, в том числе Алексея Комиссарова по Ранхикс. Алена, передаю слово вам. Коллеги, здравствуйте. Рада всех приветствовать. Я от души прям с огромным интересом наблюдала за предыдущей дискуссией. Мне кажется, она такая очень получилась динамичная, очень острая. Вот эта потрясающая фраза коллег о том, что всем удобно, а мне неудобно. Что мне делать в этом цифровом мире? И мы сегодня будем говорить о чём-то подобном. Мы сейчас сосредоточимся, пожалуй, не на образовании, не на экономике, а сосредоточимся на состоянии, вызовах и ожиданиях рыбка труда. Для начала позвольте мне представить участников. Это Дмитрий Судаков, руководитель проекта «Атлас новых профессий». Дмитрий, вижу вас, вижу, что вы настроены нам рассказать много про будущее. С нами сегодня Сергей Бражник, директор по развитию региональных образовательных проектов Яндекса, и у Сергея есть потрясающий практический кейс. С нами представительница глобальной консалтинговой компании КПМГ, Маргарита Носова, менеджер по управлению персоналом и изменениями. Маргарита, «Видим вас». И с нами Марина Ломадзе, HR-блог финансовой группы «Открытие», как раз которая занимается непосредственно работой, рекрутингом и диджитал-проектами в цифровой экономике. Коллеги, у нас сегодня, как я уже сказала, основная тема – это рынок труда, и мы со спикерами пойдем, знаете, сначала от обзора рынка труда, и дальше будем продвигаться по практическим кейсам. Но я бы попросила спикеров обязательно заканчивать свои выступления, обязательно обращаться к неким практическим рекомендациям для HR-ов, для предприятий, которые сейчас в цифровой экономике. Что же делать все-таки, исходя из той информации, которую вы будете представлять. И сейчас я хотела бы слово дать Маргарите. Маргарита нам представит презентацию, расскажет про текущее состояние рынка труда о том, что может и что должен делать HR вперед в условиях пандемии. Маргарита, вам слово. Ждем вашего обзора и практических рекомендаций. Да, коллеги, добрый день. Напишите, пожалуйста, в чат, там буквально слышно меня или не слышно, видно ли презентацию. Можно голосом просто сказать. Маргарита, прекрасно видно, да, и слышно. Все, отлично. Тема у нас сегодня большая и интересная, поэтому времени на нее мало, поэтому давайте без лишних преамбул я начну. Меня зовут Маргарита Носова, я менеджер компании КПМГ, группа по управлению персоналом и изменениями. Не буду долго рассказывать о том, что вот, пандемия нас всех заставила перестраиваться. Случилось то, что случилось, и компании начали перестраиваться. Компании начали перестраиваться очень быстро. Мы проводили исследование два в начале апреля, когда только-только у нас это начиналось, и в середине мая, когда компании уже где-то месяц-полтора пожили в новой реальности с новыми ограничениями, было очень интересно наблюдать за динамикой того, что компании предпринимают. Первые, конечно, в начале апреля все были в агонии, потому что никто не представлял вообще, что происходит, что делать, сколько это времени продлиться, никто не мог сказать. К середине мая, сейчас я вам покажу, все осмотрелись, попробовали и стали задумываться. Итак, что же происходило? В середине мая где-то 40% компаний, с которыми мы разговаривали, говорили о том, что они вообще остановили подбор. То есть подбор проходил в компаниях, то есть люди, тем не менее, перемещаются, но надо сказать, что со скрипом, скажем так. И вот в середине мая это было 40%, и это в полтора раза больше, чем в начале апреля, когда компании еще не понимали, что делать с подбором. 33% компаний в мае полностью перевели обучение в онлайн-формат, и это, кстати, на 20% больше, чем в начале апреля показывали цифры. Были компании, которые полностью отказались от обучения, были компании, которые проводили там микс-формат онлайн и оффлайн-обучения, но вот в целом наблюдалась вот такая динамика, что не могла не вставить сюда как HR, это то, что больше половины компаний нам в середине мая сказали, что они ни разу не спросили у своих сотрудников, как они себя чувствуют на удаленке. это было грустно наблюдать, как бы вот no comments, если вот Алена просила в конце говорить советы, я еще можно буду, наверное, в середину вставлять, что обязательно, мне кажется, нужно все-таки спрашивать, как люди себя чувствуют, мониторить немножко вообще настроение и состояние, иначе можно уйти в вебре. И на середину мая где-то 43% компаний полностью перевели и стабеседование в онлайн формат. Опять же, были те компании, которые миксовали онлайн и оффлайн, это, безусловно, зависело от уровня сотрудников, от ситуации, работала компания или не работала, но тем не менее. И вот, ну, я про все цифры, которые мы собрали, не говорю, эти два исследования, они доступны на сайте КПНГ, можно их спокойно скачать, посмотреть. Вот эти мне показались такие наиболее интересные с точки зрения рынка труда фактов, и вот, значит, вот это все происходило, происходило, а что же было дальше? И тут компании пожили в этой новой реальности, ну, практически там полтора месяца и стали задумываться, может быть, все не так плохо? То есть, дальше в мае половина компаний сказала, что, слушайте, а онлайн обучение это же очень удобно на самом деле. Люди учатся, когда им интересно, когда им удобно, микроленинг, вот все, что угодно, не нужно ехать, куда-то собираться, там, оффлайн-тренеры. Интересная история и решили 50% из компаний продолжать ее и дальше, когда это все закончится, то, что у нас сейчас происходит. Онлайн-отбор тоже понятный, не для всех позиции, не для всех уровней должностей, но треть компаний сказала, что в целом они готовы эту идею поддержать и после выхода из самоизоляции. Что же касается удаленной работы и совмещенного графика, то тут вообще там треть, а то и половина компаний задумывались о том, чтобы это, в принципе, внедрять. И вот моя самая любимая цифра из этих обзоров наших, в начале апреля 56% компаний сказали, нет, это все временно, вынужденно, мы вот, это все закончится, и мы точно вернемся ровно к той модели взаимодействия, которая у нас была. В середине мая на 25, на 25% меньше практически тех же самых компаний сказали, что, не, ну, наверное, к прошлой точно модели мы уже не вернемся. И это, на самом деле, очень радует, потому что мы разговаривали со многими компаниями, и даже огромные консервативные гиганты, которые не могли себе никогда представить, что сотрудники будут работать удаленно, они мало того, что выдержали это все, так они еще и задумались о том, что, а может быть, вот, правда, нам как-то вот дальше все это перестроить, попробовать, да, и вот мы видим вот это появление нового какого-то мышления, нового майнсета, что это такой капитальный сдвиг идет, и это очень классно, очень интересно, и, безусловно, дает нам новые вызовы, да, то есть, что теперь у нас будет как, да, вот, к чему это приведет, да, что теперь, появятся, естественно, новые вызовы, но, опять же, да, интересно, первый там вызов, который у нас появляется, безусловно, мы его здесь выделили там прям сверху отдельно, нам нужно подумать о безопасном возвращении в офис и вообще сместить фокус на благополучие сотрудников, и мы это наблюдаем, вот, что очень приятно, причем безопасный выход с какой точки зрения, с точки зрения, безусловно, физического здоровья сотрудников, то есть, соблюдение всех дистанций, инструкций, маски, перчатки и так далее, но и не забыть компаниям обратить на психологическое здоровье, да, в этом смысле своих сотрудников, потому что не всем просто выходить в офис, кто-то боится элементарно, потому что еще есть риск заражения. Заберясь, скажу, что кто-то очень-очень рвется в офис, у меня есть такие сотрудники, которые говорят, что мы больше не можем, пожалуйста, выпустить у нас, это тоже нужно учитывать, то есть, вот, выход в офис нужно разрабатывать, исходя из вот многих факторов, и вот благополучие сотрудников, безусловно, здесь должно стоять в углове угла. Дальше, вот, вот мы видим вот эти вот, вот этот меняющийся майнсет, что у нас сердце может быть более гибко, что мы можем допустить вещи, которых мы раньше даже представить себе не могли, что из этого вырастет, как мы считаем? Из этого вырастут абсолютно новые форматы работ, начиная от гибкого графика и удаленной работы там, где никто раньше не мог себе представить, что это вообще возможно, заканчивая абсолютно новыми формами взаимодействия между сотрудником и работодателем, как, например, employee sharing pool, да, это когда организации обмениваются между собой сотрудниками, которые у них не на фуллтайм заняты, и они готовы, допустим, между компаниями одной и той же отрасли делиться такими специалистами, уберизация персонала, да, это вот эти вот все платформы, где мы ставим человеку задачу, он ее берет, и это, поверьте мне, не какой-то rocket science, мы действительно сейчас разрабатываем уже эти концепции, и как бы не мы одни, мы знаем, что в индустрии, не только мы как консалт, но и в индустрии люди уже не то, что думают, они уже работают над этим, то есть это все, это уже здесь, это уже не future of HR, да, reality of HR. Что дальше? Здесь будет очень много удаленной работы, удаленного взаимодействия, распределенных команд, возможно, из разных стран, потому что, ну, как бы, если мы можем работать удаленно, нам можно, да, этот территориальный фактор снизить его важность, что нам будет не хватать? Нам будет не хватать навыков удаленного менеджмента у наших руководителей, потому что это действительно особая какая-то каста управления людьми, да, нужно знать очень много особенностей, у нас, возможно, не хватает немножко знаний в этой области, и нам нужно их набирать, то есть, значит, нужно продумывать какие-то программы обучения в этом направлении, и как-то свой лидершип повышать в своей организации. Идем дальше. Происходят вот эти глобальные трансформации, никто и представить себе не мог, что все компании быстро раз и вынуждены будут перейти. Мы будем думать, да, мы раньше говорили о том, что мы будем думать сейчас о трансформации нашей рабочей силы, переучивании профессий, которые уходят в профессии, которые приходят, да, вот коллега чуть-то там дальше расскажет подробнее об этих новых профессиях, которые мы даже представить себе не могли, что будут, но теперь нам нужно понимать, что нам не только этот нужно план держать в голове, а если, не дай бог, там еще как-то случится что-то, и мы вынуждены будем опять так же засесть, не знаю, вторая волна, или что-то, вообще, то, что мы представить не можем, нам нужно понимать еще и быстрое перепрофилирование сотрудников, как сейчас, да, большие компании взяли тех, кто резко оказался без работы, быстренько обучили, поставили туда, где наоборот, там бум, всплеск, люди менялись между собой сотрудниками, быстро их переучивали. Что еще? Новые ожидания сотрудников. Не только работодатели посмотрели на то, как можно работать из дома, но и сотрудники посмотрели на то, как можно работать из дома, и многие из них оценили эту прекрасную возможность и будут в будущем, выбирая компанию, смотреть еще на то, чтобы, допустим, работодатель нам это предлагал, чтобы работодатель заботился о нашем здоровье, чтобы работодатель, у него была настолько такая хорошая репутация, что в случае вот таких ситуаций он находил выход, сотрудник своих оберегал. Это все будет новое ожидание. Я вас сразу отнесусь к этой реплике, буквально сегодня одно из собеседований проводила, и уже кандидаты начинают спрашивать, а есть ли у вас возможность работать из дома, что называется, постоянно? А я вот лето хотела бы сейчас провести на природе, и до удаленки практически невозможно было бы представить собеседование при приеме на работу, когда кандидат такой, а я хочу, что называется, на полянке работать, на даче работать. А сейчас это уже реальность, и кандидаты предъявляют это как требование, полностью согласен. Конечно, и это будет конкурентным преимуществом во многих случаях, поэтому абсолютно. Ну и понятно, что здесь и подбор, и адаптация сотрудников изменится, потому что, если сотрудник вам поступил, он работает где-нибудь в другой стране, адаптировать его нужно будет по-другому. Чтобы быстро закончить свою такую вступительную часть, передать слово коллегам, быстро хотел сказать, что в моем понимании будет успехом в этом случае, в будущем. Безусловно, победы на инфекции, либо полные, либо мы хотя бы научимся, как с ней безопасно жить, и без риска инфицировать своих сотрудников и вообще людей вокруг. Это эмпатические и человекоориентированные компании. Что я здесь имею в виду? Наверное, многие из вас часто очень столкнулись сейчас с тем, что вы разговариваете с директором госкорпорации, а к нему прибежал ребенок, залез на колени, к нему сетя отключил перфоратор, не знаю, кошка запрыгнул. Это все придало такую немножко человечность нашим отношениям. И это реально здорово. То есть мы встали не только на работе, а немножко под другой формат взаимодействия перешли. И это очень нравится людям, это нужно сохранить. Нам нужно будет найти максимальный баланс, вот как раз то, о чем Алена сейчас сказала, между тем, что хочет сотрудник и что ему работодатель может предложить. И когда мы вот это идеально сбалансируем, все, мне кажется, что считайте, что мы выиграли. Никогда не было еще более удачного момента для диверсификации рабочей силы, для той самой дайверсти, о которой многие говорят. Женщины в декрете сейчас наконец-то смогут объяснить своим потенциальным работодателям. Да и работодателям уже сами увидели, что кричащий в какой-то момент ребенок на заднем плане. Ну, никого это уже не удивляет, серьезно. Фокус будет у нас на работу, должен быть на работу, а не на рабочее место. И вот это с 9 до 6 пропуска, безусловно, я не говорю здесь про какие-то производственные компании, где сложно сейчас от этого отойти, но вот в целом пропуск, который в 9 утра пикнул, в 6 утра пикнул еще раз, это уже в большинстве случаев никому не нужно. Должна работа, которая должна быть сделана, как она сделана и где она сделана. Уже в меньшей степени нужно волновать. Поэтому людям еще нужно давать прозрачную карьерную рейтенцию, чтобы они понимали, куда им можно было расти, потому что сейчас прыгать между компаниями будет очень просто, между компаниями всего мира, не говорю уж про Россию. И что нам нужно дать? Нам нужно дать людям возможность работать, чтобы они могли по возможности работать откуда угодно, были всем, чем нужно, экипированы, и при этом они чувствовали себя членом команды, потому что в нее они там в офис они редко будут приезжать. Мне кажется, когда мы все этого достигнем, вот это будет успех. Да, спасибо. Давайте следующим спичем. Да, спасибо большое, Маргарита. Это потрясающий обзор. Я уверена, что многие работодатели сейчас так на себя примеряют вот эти возможности и думают так, интересно. Вот мы вот уже даем эти прозрачные карьерные лестницы, да, вот эту трансформацию, особенно, что рабочая функция, а не рабочее место, вот это потрясающе отзывается. И вы знаете, я правда сейчас вижу, появились уже у работодателей УЧАРов запрос, которого не было уже достаточно давно, на корпоративных психологов. Вот помните, лет 15 назад эта тема была достаточно модная, потом все это как-то исчезло практически, и сейчас коллеги, да, понимают, что нужно не только о физическом здоровье беспокоиться, но и о психологическом. Ищут психологов, мне кажется, сегодня они будут называться что-то типа менеджер по связям с реальностью. И именно сейчас я бы как раз хотела поговорить о профессиях будущего из проекта Аплос Будущего, руководитель Дмитрий Судаков с нами. Дмитрий, скажите, какие еще интересные профессии, которые вот недавно казались далеким будущим, уже сейчас это наше настоящее. Вообще расскажите о том, насколько быстро мы сейчас продвигаемся в будущее цифровой экономики. Да, спасибо. Да, всем добрый день или доброго времени суток. Я уверен, нас смотрят из разных часовых поясов. И мне на самом деле не очень хотелось бы говорить про конкретные профессии, но просто в нашем проекте Атлас Новых Профессий я просто регулярно говорю о том, что от 90 до 100% профессий, которые у нас упомянуты, это профессии уже существующие. Даже такие, как окажущиеся фантастическими, как какой-нибудь космогеолог или менеджер космотуризма, это все люди, которые на самом деле в штучных каких-то вариантах существуют, потому что мы же запускали туристов в космос, соответственно, с ними и работал менеджер. Ну и так далее. То есть таких примеров можно привести, и в этом смысле мы просто скорее в Атласе обозначаем зоны роста. И говоря про некоторую проявляющуюся сейчас вот это вот, что приблизило это вот сложное, не только цифровое. Обратите внимание, что перед этим говорили про важность вот этой эмоциональной вовлеченности, то есть это и человеческое будущее. Я вот называю то, что с нами сейчас происходит, вот то, что там произошло в начале 20-го года, да, некоторой такой прививкой будущего. Да, то есть фактически мы сейчас, ну как бы наш социальный организм реагирует на вот эту прививку, вот эта вся болезненность трансформации, это все реакция вот на прививание к этих практикам. И это будущее, о котором мы говорили, что это там условный горизонт 25-го, 35-го года, да, оно просто наступит быстрее, скорее там в большей степени ближе, ну вот в это десятилетие. И хотелось бы там обозначить несколько вещей происходящих, такие верхнеуровневые, да, соответственно, основная эмоция, которую я, и не только я, на самом деле, испытываю относительно истории про будущее, вот про сегодняшние дни, это такая эмоция, а мы же говорили. Вот, в этом плане, да, то есть мы, это такое широкое мы, да, потому что вот здесь на графике то, что называется кривая аутора, да, это профессор MIT, который изучил многолетние данные, то есть вот здесь 25 лет данных рынка труда и обозначил следующую зависимость, да, что фактически вот эти данные показывают, и сейчас это будет все продолжаться, да, что занятость стабильно падала, ну, росла в двух зонах, да, то есть вот тут видно ноль посередке, вот пунктирная линия, и, соответственно, она росла в двух зонах, это зона простых таких незамысловатых задач, это и курьеры, охранники, кассиры и прочее, значит, вот это вот братья, а вторая, это зона сложных творческих задач, которые, ну, по понятным причинам, первых, слишком дорого автоматизировать, они слишком дешевые, проще, условно говоря, взять какое-то количество мигрантов, и чтобы они имели улицы, а вторая, вторую зону мы просто пока еще не умеем автоматизировать, но мы не понимаем, как автоматизировать работу инженера, там, не знаю, классного хирурга и прочее, вот, все, что посередине, рутинное, повторяемое, такое, алгоритмизируемое, там везде снижалась занятость, и в первую очередь, на самом деле, предполагали, что придут роботы и заменят нас, значит, как роботы, но на самом деле, работники интеллектуального труда, они подвержены этому в большей степени, чем физического, но физических тоже, тот тоже застанет, и мы видим уже сейчас, там, в магазинах ставят автоматические кассы, которые, там, не требует человек, ты сам все это делаешь и так далее, да, куча экспериментов в этой области, и вот сегодняшняя ситуация, сегодняшний кризис, она фактически вбивает клин и начинает эти границы двигать вправо и влево, да, то есть, ну, как бы, что произошло, люди отправили работать на удаленку, значит, своих сотрудников, и мой прогноз состоит в том, что вернутся далеко не все, причем вернутся не просто с удаленки, а вернутся на рабочее место, неожиданно выяснится, что бизнес, может существовать без большого количества людей, которые, по сути, своей занимались, ну, вот, как бы, ненужной деятельностью, которую легко доверить каким-то автоматизированным решениям, и, соответственно, вот эта штука, она начнет так вот расширяться, то есть, она начнет, левая часть двигаться влево, значит, правая граница двигаться вправо, вот, и вопрос, куда же мы в этом смысле двинемся, да, куда денутся эти люди, которых достаточно много, ответ объективно довольно печальный, потому что большинство из них пойдет в левую часть, потому что мы очень плохо переучиваемся, и мы, ну, как бы, нам это очень сложно делать. Кто-то, конечно же, сможет выстрелить, соответственно, в правую. мы выделяем такие большие пять зон, в которых будет меняться занятость, да, расти занятость, где нужны будут новые люди, да, куда они пойдут, и это новые рабочие места в высокотехнологических секторах, да, то есть, это там все, все, к чему можно представить слово умный, новый, новые материалы, умные дома, умный транспорт, энергетика, сложная IT, и вот вся вот эта вот наша любимая цифровая экономика, новая медицина, куча всего. Беда состоит в том, что на самом деле там не нужно очень много людей, то есть там высочайшая производительность труда, и много людей не надо, вот, но вот в остальных четырех зонах, на самом деле, достаточно широкие возможности для того, чтобы люди там себя находили, и это и творческие индустрии, где люди условно монетизируют свои творческие таланты, и здесь не только музыканты, поэты, какие-нибудь перформансы и прочее, это и дизайнеры всех сортов, включая промышленных и так далее. Это человек-центрированный сервис, это там, куда мы приходим за человеческим. Вот сегодня мы ярко чувствуем, как нам этого человеческого не хватает, нам очень нужно, чтобы нас любили, мы там все скучаем, кто почему, я по барбершопу, я сдался и купил сегодня себе, значит, самый триммер, потому что, ну, уже невозможно, но я мечтаю, когда откроются эти все сервисы и так далее. Это и микро-кофейни, и наил-салоны, и куча-куча всего такого, квизы, мафии, вот это все. Это виртуальная экономика, в которой, ну, там тоже достаточно много людей, она себя чувствует как раз сейчас суперкомфортно, это там люди, играющие в игры, и зарабатывающие на этом деньги, летсплееры, стримеры, инстаблогеры и прочее. Ну, и экономика, связанная с восстановлением экологии, да, зеленый сектор, потому что один из важнейших, как бы, таких консернов, забот, которые сегодня стоят, ну, и задачи, которые стоят перед большой глобальной экономикой, этот вопрос, ну, собственно говоря, как нам спасать планету, это там тоже потребуется много людей. И в этом смысле мы видим, что уже сейчас, да, то есть у нас, если вчера, и много бизнесов, может быть, даже большинство работает вот в этой вот структуре, очень хорошо, что про это было тоже сказано, да, то есть приходят к определенному часу, в определенной одежде, в определенное место, работают в строгой иерархии, уже сейчас мы видим, и особенно ярко, да, то есть если вот то, что написано сегодня, это такое, скорее про то, как работаем мы, да, и там некий передовой край, да, распределенные команды, рабочий день размазан по всему времени, очень много работы проходит в цифровых каких-то средах и так далее. И завтра эта ситуация будет еще более ярко выпечена, да, рушатся иерархии, меняется кардинально рабочее место, меняется то, как мы работаем, это новая глобальность и требует совершенно новых навыков у людей, в том числе там навыки мультикультурности и цифровой грамотности, и вот этого человеческого, потому что в командах без человеческого не поработаешь и так далее. И в этом плане то, как мы будем работать, ну, как бы у меня есть любимая иллюстрация, она такая довольно провокативная, вот, иллюстрация, это такой стартап есть 2015 года, который называется Remote E, калифорнийская компания, которая делает следующее, она в течение года за довольно большие деньги собирает группу людей и в течение года возит их по всей планете, значит, они по месяцу живут там во всех местах, значит, тут на картинке Мачу-Пикчу и там до Новой Зеландии, вот, в самых крутых местах. Разница в том, что они в каждом месте обустраивают человека по полноценным рабочим местам, и понятно, что сегодня так работать могут немногие, но неожиданно люди сегодня обнаружили, что они, ой, черт, а я же реально могу вот, ну, как бы прийти в точку кипения, да, и сказать, там, университет 2035, сказать, а я вообще-то хочу как бы вот работать вот в таком режиме. И этого будет становиться все больше, потому что вот эти новые технологии, они, на самом деле, открывают какие-то колоссальные возможности. В прошлом году, как раз примерно год назад, на строительной выставке в Мюнхене показали новое рабочее место экскаваторщика, значит, корейская компания DoSans с LG совместно представила, значит, новое рабочее место, и это такое, значит, человек сидит, у него как бы кресло, как у экскаваторщика, и, значит, там несколько мониторов перед ним, и он управляет, удаленно управляет экскаватором, который на секундочку копает выставка в Мюнхене, а экскаватор копает в Южной Корее. И это не будущее, в смысле, это уже действующая история, то есть понятно, что это там, оно не скоро до нас докатится, это потребуется несколько лет, и пока это все супер дорого, но смартфоны к нам пришли очень быстро. Вот, если говорить про конкретные вызовы, которые стоят перед HR-ом, да, сегодня, их, конечно, фантастическое количество, вот, и, ну, про них очень хорошо было сказано уже передо мной, я повторяться не буду, и здесь, ну, то есть вот вопрос от перехода от человека, который якобы управляет человеческими ресурсами, да, то есть такой, как бы, манипулятор, да, ими, к человеку, который рядом с другим, такой, значит, коуч, да, который позволяет и, так сказать, инженер вот этих траекторий человека внутри компании и, соответственно, за ее пределами, то есть, то, что называется в языке HR of outplacement, да, то есть, когда надо уволить человека, но мы хотим его, ну, сделать так, чтобы он не на улице оказался, а оказался востребованным в, ну, вот в этом странном новом мире и какие навыки ему нужны и что мы ему можем как компания предложить, потому что, ну, как бы нам его, сорян, надо увольнять, вот, и вот этот переход, мне кажется, ну, такой, самый важный, его без человеческого сделать нельзя, то есть не цифра единая, вот, и компания, ну, то есть мне, как это сказать, мне как раз кажется, что компании будут искать какие-то новые пути для того, чтобы как раз удержать человека, потому что совершенно справедливо заметили коллеги из КПМГ, что мобильность существенно возрастет и вопрос, да, а если я не привязан к месту, не привязан к офису, не привязан к чему-то, то чем меня привязывает компания внутри себя, и с моей точки зрения как раз вот эта помощь в выстроении личной карьерной траектории внутри корпорации, это, ну, как бы один из ключевых вызовов, который сегодня будет стоять перед кадровыми службами. Вот, ну, на этом, наверное, все. Да, спасибо большое. Я вот здесь, так сказать, вот прям вот хочется немного спровоцировать и сказать, а возрастет ли мобильность, да, ну, во-первых, вы знаете, мобильность, мне кажется, которая была, скажем так, до карантинного эпоха, она в основном была ответом такой эскапизм от привязки к рабочему месту, да, то есть тебя привязывают 11 месяцев в году к рабочему месту, и ты потом этот один месяц в свои 28 дней или там сколько у кого есть, да, ты там пытаешься съездить куда угодно, да, только лишь бы вот утолить свою жажду, скажем так, перемещений. Если мы совершенно перепроектируем наше рабочее место, да, если мы говорим, что ты можешь работать откуда угодно, и мне вот понравилось, тоже Маргарита приводила пример, сотрудники-то не очень хотят возвращаться, но не потому, что они хотят вот сейчас, да, работать там из разных мировых столиц или еще откуда-то, а им просто понравилось дом или понравилось в каком-то месте, вот, и может быть, даже мобильность, она и не будет увеличиваться, вот, но еще раз говорю вот спасибо большое за такой интересный взгляд. Единственный вопрос, наверное, который я бы вам задала, прежде чем передавать уже слово нашему коллегу с практическими кейсами, а вот не думаете ли вы, вот как в образовании сейчас происходит, что сейчас мы заменяем образование личное на удаленное, ну, просто вынужденно, да, но все говорят, что это сейчас не образование, это такая вынужденная позиция, мы в нее все встали, вот, но все равно мы потом вынуждены будем вернуться вот к творению знания, да, к вот этому сотворчеству, да, вот я вижу даже уже в глазах вашу эмоцию, не кажется ли вам, что вот те сектора, о которых мы сейчас говорим, что вот они растущие, а все остальные сектора схлопнутся, что мы вот недооцениваем то, что люди захотят все-таки вернуть те сектора экономики, которые сейчас существенно сжались из-за внешних условий? Ну, надо понимать, что сейчас существенно сжались как раз те сектора, которые вот, ну, больше всего схлопнулось история как раз вот с этой человекоцентричностью и с творчеством, да, то есть у нас нету концертов, у меня сгорела там какая-то пачка билетов, у нас нету спорта, у нас нету всяких разных там ресторанов, кафе и так далее, и они, конечно же, вернутся, да, то есть, к сожалению, вернутся не все, мы в серьезнейшем кризисе, экономическом кризисе, и, разумеется, там денег в экономике будет меньше, но они, конечно же, вернутся, да, то есть, точно выживет крупняк, и как, значит, эти грибы после дождя будут вырастать различного рода флеш-формат, именно потому, что у нас, конечно же, есть запрос, в этом смысле, этот сектор, он продолжит расти, просто он будет перестроен, вот, еще раз, мы не говорим про схлопнуться отрасли, да, вот это вот всегда какая-то такая большая, мне кажется, российская любовь к доведению всего до предела, вот, нет, когда мы говорим там о автоматизации, сокращении потребностей в людях, мы не говорим о том, что мы проснемся в какой-то момент и в секторе там каком-то, да, назовите, там, не знаю, автомобилестроение вкалывают роботы, значит, а все остальные, не знаю, рисуют картины маслом, нет, такого не будет никогда, там всегда будут люди, но просто их нужно будет значительно меньше, мы это видим сегодня, ну, эти процессы разворачиваются практически, ну, как бы, не только в мире, да, в каких-то там передовых странах, но и в России, да, то есть если посмотреть на то, что делают, ну, там, не знаю, Газпром, нефть, ЧТПЗ, ну, куча компаний, да, они на самом деле работают на это, да, я когда был абсолютно поражен, зайдя на ЧТПЗ, когда мы поработали с ними, гигантский цех, в котором вообще не видно людей, вообще не видно людей, их там работает 70 человек в смену, вот, и они все сидят, значит, в таких стеклянных будках и оттуда управляют производством, управляют этими, значит, автоматизированными комплексами, людей будет нужно меньше, но они, конечно же, все еще будут и будут другими, и вот как вот нам из сегодняшнего, условно говоря, ремонтника, вот, сделать ремонтника, условно, там, подходящего под цифровую экономику, под экономику, которая вот у нас вот такая сложная, роботизированная, автоматизированная, это, ну, это вызов, да, это как раз задача и образования, и ЧАР, и в этом плане, ну, то есть, ну, как бы, я здесь как-то это, я про это, собственно, и пытался сказать. Да, Дмитрий, спасибо большое, вы сейчас отличный мостик кинули на нашего следующего спикера, потому что именно то, как в регионах, вот, людей, кадры, да, настроить на цифровую экономику, поделится наш следующий спикер, Сергей Бражнин, директор по развитию региональных образовательных проектов Яндекса, вот, у Сергея есть практический кейс о том, как готовить кадры для цифровой экономики, я еще раз повторяю, что мы это мероприятие проводим в рамках федерального проекта кадров для цифровой экономики, да, и где можно сделать персональные траектории развития к университету 2035. Сергей, расскажите, ваш практический кейс. Добрый день, коллеги, ну, практический кейс, я, наверное, начну с того, что, как мы вообще выжили и как живем в условиях коронавируса, коронакризиса, вот, и этот кейс, он касался вообще всей нашей компании, у нас на данный момент что-то больше 10 тысяч сотрудников, которые в штате, еще какое-то количество довольно большое, которые вне штата, которые с нами сотрудничают, вот, и, конечно же, каждого из них так или иначе коснулось этой истории. Что самое интересное, ну, наверное, Яндекс прям старается очень много уделять внимание своим сотрудникам, здесь у нас мы, я уверен, не попали в ту часть опроса, где сотрудников не спрашивали, как они себя чувствуют и что у них со здоровьем, потому что с этим у нас как раз все хорошо, у нас как сейчас есть в онлайне как тренеры по фитнесу, так и, собственно говоря, те самые менеджеры по реальности, собственно говоря, психологи, они существуют и коллеги могут записаться к ним на прием, вот, но саму историю по кейс с переходом он довольно интересен и, возможно, вам сейчас он покажется в некотором смысле довольно очевидным, потому что, конечно же, мы за ним вон все довольно сильны, но, тем не менее, расскажу, как мы всю компанию, на минуточку все-таки 10 тысяч человек, это, конечно, самый большой офис в Москве, но, тем не менее, есть еще около 20 офисов вообще по всему миру, есть и Новосибирск, в котором, собственно говоря, я из Новосибирска сам и сейчас здесь, и у нас здесь 200 человек, есть Екатеринбург 500 человек, есть Санкт-Петербург 1000 человек, ну, в общем, мы со всеми этими офисами работали и, собственно говоря, сотрудников переводили так или иначе в онлайн. Они начали с того, что сначала, собственно говоря, провели информационную кампанию, рассказали о том, что это произошло где-то во второй половине февраля, когда мы еще не предполагали, что нас всех посадят по домам, но явно понимали, что эта история с кризисом она уже близка и надо рассказывать сотрудникам, что же такое тот самый коронавирус, собственно говоря, что нужно делать. Начали вещать про социальную дистанцию, про непосредственно мытье рук, закупили, собственно, санитайзеры, отработали на кофепоинтах, что нельзя, перестали резать, например, фрукты для того, чтобы люди не заражались, перевели все в индивидуальные упаковочки, провели прям очень на превентивные меры. И в тот момент уже где-то сразу после мартовских праздников, когда стало понятно, что так или иначе нам предстоит рассесться по домам в какой-то момент, мы провели тест-драйв. Тест-драйв удаленной работы мы в неделю посоветовали сотрудникам работать из дома. Как вы думаете, сколько сотрудников у нас осталось в офисе? Я надо заметить один из них. Треть сотрудников осталось в офисе. Две трети зашли все-таки по домам и начали работать из дома. При этом для вот этой вот трети, которые не хотели работать дома, провели обязательный день, когда нужно было обязательно быть не на рабочем месте, офис закрыли, и мы, собственно говоря, работали все по домам, исключительно все, больше никого не пускали. И, собственно говоря, уже следующим этапом так или иначе сотрудников перевели на работу в онлайн, просто потому, что это уже было государством рекомендовано, а мы чтим, что называется, закон. В общем, что компания для этого сделала, для того, чтобы нам было удобно работать из дома, нам создали все условия, ну вот, собственно говоря, тех самых менеджеров подключили, а также разрешили забрать домой стулья, удобные стулья и монитор. Вот, собственно говоря, многие коллеги этим, собственно говоря, воспользовались, и наш внутренний мониторинг, собственно, количество встреч, количество созвонов, работа во внутренних инструментах, которые мы подключили и мониторили, показывает то, что вообще-то вот эта эффективность внутри компании, она осталась на довольно высоком уровне. По отзывам коллег, многим это действительно понравилось, и коллеги открыли для себя, что действительно можно работать, эффективно работать из дома, и вообще тут прикольно, не надо тратить время на поездку, но вы большая часть из Москвы, и вы это понимаете, мне это в Новосибирске проще, я пешком хожу, значит, и, собственно говоря, когда коллеги поняли, что полтора-два часа они, собственно говоря, не тратят на поездку, они сели, поработали и освободились, а потом что-то поделали, они стали от этого кайфовать. Большая часть сотрудников действительно испытывает некоторую до сих пор эйфорию, ну, конечно, понятно, что все ограничения, связанные с изоляцией, они имеют место, но тем не менее, вот эти вот плюсы коллеги отмечают. Что помогло, собственно говоря, компании с тем, чтобы перевести людей в онлайн? Ну, во-первых, у нас всегда по дефолту у каждого сотрудника есть свой ноутбук, и мы не были озабочены тем, что нам сразу нужно взять и оснастить оборудование коллег. Второе, у нас не остановился внутренний документ оборот, потому что у нас есть внедрена электронно-цифровая подпись, и это очень помогло во многих случаях. Ну, и, собственно говоря, у нас есть аналог Zoom внутри компании Яндекс, мы используем свою систему видеоконференции, то есть мы, если вдруг с Zoom что-то не так, а с ним чуть-чуть бывает не так, мы, собственно говоря, можем спокойно быть все продуктивны. Что касается разного рода вещей, связанных с тем, ну, вообще, как мы смотрим на будущее, куда мы движемся, явно, я согласен с коллегами, что часть сотрудников, возможно, их функции будут пересмотрены, возможно, что-то будет автоматизировано, и, безусловно, часть сотрудников, какие-то команды останутся на удаленной работе, и это большой плюс для меня, как апологета удаленной, вернее, распределенной работы, то есть, повторюсь, новосибирский офис, он вот работает именно в таком режиме, ну, хотя из офиса, но, тем не менее, работа. Вот, показатель того, что здесь достигаются новые стандарты, и компания сама понимает о том, что можно делать, навести работу удаленно. Вот. Не, вот можно сразу вопрос, вы сейчас сказали, да, про IT, там абсолютно понятно, что можно удаленно перевести, а вы сейчас, как IT, как внутренние сервисы, получили ли вы заказ от своих других сервисов, ну, вот и прочие сервисы, не IT-сервисы, перевести, ну, максимально в удаленную, то есть, как сказать, меняете ли вы сейчас систему изнутри, ну, вот, понимая возможности, как можно организовать хорошо распределенную, удаленную работу, вот, стали ли вы внутри всех цифровизовать какой-то активной силой, появились ли у вас заказы от внутренних сервисов, да, потому что, я думаю, что нас сейчас смотрят работодатели, да, и вот мы же говорим сейчас не только про те профессии, которые легко можно перевести в удаленку, да, и которые могут не возвращаться, а, в общем-то, у многих голова болит, а если такая ситуация будет продолжаться, будет, например, вторая волна, то как бы с меньшими, скажем так, проблемами, с меньшими потерями, ну, максимально перевести прочие процессы компании в удаленный способ. Вы как IT-провайдеры услуг получили такие заказы от ваших внутренних клиентов? Ну, да, да, то есть, безусловно, мы сейчас активно думаем над разными вариантами оптимизации, потому что, собственно говоря, тех сотрудников, которых можно оставить удаленно, мы предпочли бы оставить удаленно, хотя бы просто потому, что это можно сэкономить на оплате офиса. Вот, одна из больших статей расхода. Вот, и так как мы активно занимаемся вот такими организациями, скажем так, деклона, цифровая подпись, это довольно хорошее решение в документообороте. Это здесь полезно. Я понимаю, что это легом и его применять по возможности, это прям очень сильно упрощает работу, а в условиях пандемии так тем более. И мы сейчас смотрим на разные варианты. Здесь дальше... Да, спасибо большое. Вы хотели еще каким-то кейсом поделиться? Ну, я здесь скажу про то, что у нас с образованием, все образование у нас сейчас в онлайне, и это нормально, безусловно. мы умеем работать в онлайне, у нас есть много разных образовательных проектов, так или иначе, связанных с онлайном либо с оффлайном. Безусловно, сейчас все мы перевели в онлайн, это наша школа анализа данных, например, где мы готовим специалистов по data science. Есть у нас и чисто онлайн сервис типа практикума, где можно прям новую специальность в IT получить. И здесь надо заметить, ну, все вы, я думаю, знаете, что сейчас бум онлайн-образования на рынке, и это вот как раз то решение, которое позволяет, не выходя из дома, его получить и, может быть, даже со мной найти работу сразу же. Вот. Сервис себя прекрасно чувствует, работает уже на несколько, ну, как имеет большое количество пользователей в регионах, и мы как раз с регионами-то и общаемся по теме продвижения нашего практикума. Вот. И по теме как раз цифровизации это наш ответ и решение для регионов цифровой экономики. Сергей, спасибо большое. Мне кажется, это такой отличный кейс внутренний, да, перевода максимальных процессов, которых можно перевести в удаленку. Вот. У нас следующий интересный кейс тоже практически будет от Марина Ламадзе, Head of IT Digital Recruitment, финансовая корпорация открытия, как можно решать внутренние задачи даже не с помощью своих внутренних сотрудников в нашей сегодняшней ситуации, а с помощью совершенно креативного способа. Не буду раскрывать интригу. Марина, слово вам. Расскажите, пожалуйста, про ваш опыт. Коллеги, добрый день. Меня хорошо слышно, Ален? Марина, слышно отлично. Здорово. Ну, я, наверное, тоже, как и коллеги, остановлюсь, наверное, на том, в начале, как уходили на удаленную работу мы, финансовая корпорация открытия, это более 30 тысяч человек сейчас по всем регионам, мы ушли на удаленку в рекордные четыре дня и, наверное, ушли на удаленку раньше всех. Вот, поэтому мы, конечно же, тоже делали тим-барометр для многих команд, да, измеряли состояние наших сотрудников, более того, у нас есть и была еще даже до удаленной работы линия психологической поддержки, конечно, которая сейчас стала пользоваться большой популярностью, и я, наверное, сейчас расскажу про кейс, в котором расскажу, как наши, вот, поддержу Маргариту, руководители-консерваторы, которые преодолели такой путь от отрицания вообще того, что можно работать на удаленке, до того, что сейчас мы делаем удаленные стажировки по всем регионам вообще без физического присутствия людей в офисе. Значит, начну с того, что мы неделю назад провели образовательный спринт Хакатон в формате виртуальной игры, то есть полностью онлайн. И в течение вот этого пятидневного спринта команда участников онлайн Хакатона они решали реальные кейсы, естественно, это было около 120 человек и проходило все это на сервере Дискорд. Поделюсь с коллегами, может быть, будет интересно, потому что очень удобный сервер. Это такой сервер бесплатный мессенджер, наверное, может кто-то знает, с большими возможностями и изначально он ориентировался на геймеров, но сейчас аудитория расширяется и в приложении можно много чего организовывать, голосовые конференции высокого качества, так же, как в Зуме, создавать какие-то публичные приватные чаты. Сейчас мы, например, настолько привыкли, что митинги и дейли уже проводим не в Зуме, а на Дискорде именно. И мы там внутри этого Дискорда создали большое такое виртуальное пространство и имитировали работу настоящих скрам-команд, то есть команд, которые состояли из ролей как IT, то есть это и разработчики, аналитики, так и digital people, то есть это и product owners, скрам-мастера, digital marketology, UX, UI-аналитики, сделали там внутри свои отдельные комнаты, переговорные, где ребята общались с заказчиками, с клиентами и запустили реальные бизнес-кейсы, которые есть у нас в бэклоге, у команд реальных, да, банковских, которые связаны с голосовым помощником, с биометрией, с бесконтактным получением кредита и других операций, которые вот сейчас очень приоритетны в текущей ситуации. Вместо печенек и кофе, которые обычно дают на оффлайн-хакатонах, команды получали такие приятные бонусы, как динамические разминки в начале каждого дня, да, от классных тренеров, чит-коды, то есть помощь от гуру, такие, да, технических экспертов в компании, лекции по hard, как по hard skills, да, по каждому направлению, так и по софтам, то есть это и agile, и дизайн мышления, и как разработать презентацию, да, для обзора вот финального. Также приглашали на выступление SEO успешных стартапов и в той же виртуальной реальности прямо внутри ребята взаимодействовали с бизнес-заказчиками. Наша финальная цифра это 40% тех ребят, которые принимали участие в Хакатоне, мы сейчас берем внутрь команды на стажировку, и поскольку это команда из разных регионов, мы сначала не отрицали, конечно же, возможность такой дистанционной стажировки, но сейчас все-таки решили, что делать будем, да, и что вот эти вот ребята, они дистанционно придут на 6 месяцев в наше цифровое подразделение банка и будут работать над настоящим бэклогом, то есть здесь есть преимущество, что все-таки нет привязки к территориальности, конечно, да, но, конечно, здесь возникает такая сложность или вызов разработки системы вот этой удаленной работы для новичков, опять-таки присоединиться к Баргарите, что сейчас такой системы и такой культуры нет во многих компаниях, наверное, да, поэтому вот здесь вот перед нами стоит такой большой вызов. Результат, конечно же, получился просто бомбическим опытом, этот будем масштабировать, и сейчас вообще вижу, что гемификация, если раньше она так была опциональная, да, в компаниях, то есть сейчас она много где выходит на первый план, только вчера я читала новость, что онлайн-конференции тоже может появиться неожиданный конкурент, это видеоигры, и вчера кто-то делился в Твиттере о том, как коллеги решили разнообразить деловые встречи, и вместо зума проводят совещание в видеоигре, где уже усаживаются у костра, обсуждают проекты, там, подвой волков, когда встреча уже подходит к концу, седлают коней и уже в закат, вот, и атмосферность этого всего просто зашкаливает. Собственно, хочу еще поделиться тем, насколько сотрудники реагируют, насколько хорошо реагируют на удаленную работу, я, наоборот, вижу, что много, много сотрудников хотят вот именно смешанную работу, то есть у нас сейчас фокус на смешанную работу, поскольку, как бы, кому не нравилось сидеть дома, ездить в офис или хотя бы в какой-то офисный каворкинг, выйти в свет, показать себя людям тоже хочется, это правда. и даже от IT, от наших атишников, я слышу, что в 2019 году был фокус на то, что при приеме на работу, например, говорили, что бонус, ваш бонус, это несколько дней, когда вы работаете на удаленке, то сейчас все ориентируются на компании, которые говорят, а бонус у нас, что вы несколько дней работаете в офисе, вот, поэтому у нас такая ситуация по отношению именно к удаленной работе. Марина, спасибо, отличный кейс, и вот поделюсь тоже кейсом, я как раз пришла в команду университета 2035 и платформы НТИ тоже через кейс вот такого онлайн-хакатона, можно сказать, открытый отбор, да, когда там более чем по 10 трекам, вот в моем треке там было 250 участников, да, и в других треках тоже было столько, полностью онлайн отбор, полностью вот симулятор, кейс-ассессмент, да, то есть это возможно сейчас, вот, в том числе такие чувствительные чар-процессы, как на, ну, скажем так, на очень такие позиции, как вот учар-ди, в том числе, да, их можно проводить онлайн. Ну что ж, друзья, мне кажется, мы сейчас очень так здорово прошлись от обзора рынка, про будущее заглянули, посмотрели, что у нас в регионах с цифровой экономикой происходит, да, посмотрели, как со студентами работать, ну и для окончания я бы хотела небольшой блиц-опрос провести, вот буквально ваша одна топ-рекомендация для наших слушателей, что бы вы рекомендовали компаниям, которые вот сейчас, ну, безусловно, перед лицом цифровой экономики и, там, кто-то от души, кто-то, ну, скажем так, от безысходности понимают, что туда нужно попасть. Маргарита, начнем с вас, ваша топ-рекомендация работодателям, как бесшовно пройти в цифровую экономику. Вот до того, как вы сказали, как бесшовно пройти, у меня была рекомендация не бойтесь меняться, то есть вот прям не бойтесь рисковать, не бойтесь меняться. с точки зрения, ну, какого-то бесшовного, наверное, это возможно и невозможно, абсолютно бесшовно перейти, но вот найдите правильный баланс, правильный баланс между сотрудниками и работодателями, вот, наверное, это, мне кажется, самое главное. Да, вы знаете, Маргарита, мне так сразу захотелось вернуться к корням и вспомнить, наверное, про ценности и миссию компании, потому что вот этот правильный баланс, он, скорее всего, вот в этом ходе зашит, вот стоит, наверное, еще раз подумать компаниям над миссией, над ценностями, над ценностями для клиента, да, и там этот баланс найти. Дмитрий, ваша топ-рекомендация для работодателей вот по переходу в цифровую экономику? Ну да, я соглашусь с Маргаритой, что бесшовного перехода точно не может быть, да, это будет сложный, болезненный процесс. Моя рекомендация схожа с предыдущей, я бы сказал даже больше, я вот текущий период, да, ну, условно, до конца 20-го года, я бы советовал рассматривать как песочницу для того, чтобы не бояться трансформироваться, быстро пробовать новые практики, вот, половина, или, может быть, большая часть из них умрет и окажутся не суперудачными, но именно сейчас вот нужно использовать время, вот пока вот у нас вот эта прививка действует, как эксперименты по трансформации привычной деятельности. и вот как бы на самом деле, когда мы выйдем из кризисной ситуации, там, что произойдет, там, ну, условно, через 2-3 года, те люди, которые, ну, условно, нащупают эти практики, вот, они окажутся на коне. Дмитрий, спасибо, да, это, конечно, про право на ошибку, про то, что сейчас можно договориться с работодателем, да, что вот у нас сейчас такая экспериментальная ситуация, да, поэтому тех, у кого очень жесткие регламенты, наверное, стоит подумать, чтобы эти регламенты, ну, вот, для песочниц, по крайней мере, там, полностью не распространять, те, у кого никаких регламентов нет, они и до этого себя чувствовали в песочнице, да, может просто как-то больше сфокусироваться. Спасибо большое. Ну, вот, в первую очередь надо дать себе, вот, про право ошибиться, и, ну, как бы нужно понимать, что вот сейчас, поскольку мы в таком огромном социальном эксперименте, мы все понимаем, что что-то может пойти не так, и в этом смысле, ну, как бы, если у нас что-то не получается, ну, как бы ничего страшного, да, то есть это нормально, мы не ждем от ребенка, что он немедленно начнет, не знаю, ходить, говорить, хватать и так далее. Вот мы сейчас большие дети нового мира, который складывается у нас на глазах, и надо дать себе право на ошибку, как это делают дети, пока они попадают в систему образования, вот, и, соответственно, ну, как бы действовать, соответственно. Спасибо большое, Дмитрий. Сергей, ваша рекомендация, ваш совет работодателям, как нырнуть в цифровую экономику? Я, наверное, тут пошучу. Кто не мутирует, тот не выживет. И, наверное, прям очень контекстно получится, вот, вот, потому само время нас подталкивает меняться, и так или иначе это придется делать всем, хотим мы этого или нет. Стоит больше подходить, стоит действительно делать попытки и не бояться ошибаться, то есть я тут полностью согласен, потому что иначе никак опыт не получить совсем, вот, ну и автоматизация во многом очень сильно помогает, потому рекомендую коллегам к автоматизации относиться, ну, прям с, опять же, пробовать начинать именно с нее и дальше смотреть, как, что можно, какую рутина можно заменить, а дальше уже смотреть, как более нежно и аккуратно подойти к своим коллегам. Спасибо большое, прям хочется сразу в практический кейс перевести, возьмите свои планы на автоматизацию, бюджет на автоматизацию, посмотрите, что там лишнее, чего наоборот нету, да, и может быть стоит это добавить. А мне сразу вспоминается, знаете, вот эта картинка, которая была очень популярная, кто был основоположником диджитализации вашей компании, и там, значит, варианты ответа SEO, CIO, да, там CTO и коронавирус, это самый популярный вариант. Компании говорят, мы за неделю сделали то, что не могли годами сделать. Во всем нужно искать, да, позитивные стороны. Спасибо большое, Маргарита, да, вот как раз стоит стартовать и пересмотреть, да, программы автоматизации. Марина, ваш совет работодателям, как же перейти в цифровую экономику? Алё, ну, я здесь считаю так, что, конечно, цифровизация, трансформация, диджитализация — это всё очень классно, но всё-таки не стоит забывать про фокус на людей. Стоит оглядываться, смотреть, как они себя чувствуют, как они меняются или не меняются вместе с вами, насколько им комфортно, и тогда все ваши смелые идеи, решения, все ваши какие-то эволюционные вот эти вот моменты, они пройдут гладко. Марина, спасибо большое. И я от себя дала бы рекомендацию, да, с фокусом на людей. Сейчас время от человекоцентричности, время персональных траекторий развития. Университет 2035 — это то место, где ваши сотрудники, вы сами можете себе построить персональную траекторию. От души благодарю спикеров за интересную, местами и марную, местами жесткую дискуссию. Мне очень понравилось. Коллеги, я уверена, что вот наше новое время, да, оно несёт нам челленджи, но при этом вот такой драйв создаёт классный. Так вот и хочется, как Марина сказала, вот на гейм-сервере сесть на коней и ускакать в закат от костров. Всем спасибо большое за дискуссию. Хорошего дня. отлично. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо.